всем привет дамы и господа смотрящие вы на канале lucky strike философии с вами как всегда я андрей лемон и сегодня у нас гостевой стрим у нас сегодня великолепный замечательный гость который у нас уже один раз был рассказывал нам про античную философию а конкретно про до сократиков тема мне показалось очень интересный и поэтому сегодня в каком-то смысле продолжение сегодня мы рассматриваем атомистов как продолжать или античные мысли гость у нас собственно сейчас я постараюсь в этот раз без ошибок произнести ник мар год да отлично я справился с этим последнее время я люблю представиться как владимир но можно и маргот это продает загадочность отлично в общем уважаемые зрители задавайте вопросы связанные с темой мы их прочитаем ближе к концу если что донаты работают соответственно вопросы с донатом мы зачитаем сразу но я думаю мы можем начинать я тогда задам собственно вопрос для затравки вот атомисты есть такие соответственно греческие пацаны хотя может быть они не совсем греческие кто знает кто знает вот собственно в чем заключается основной тезис который они стараются отстаивать и может быть в чем некоторая актуальность их мысли для современности потому что так или иначе их часто называют и первыми материалистами первыми физикалистами первыми натуралистами и в общем все вот эти философские тезисы они сейчас являются плюс минус актуальными в некоторых сферах философии можем ли мы считать что атомисты для нас являются не только историей философии но и чем-то более актуальным вопрос интересный я думаю что в древности вообще все виды искусства в том числе философия как один из видов искусства они были не разделены и танец скажем музыка песни это все было едино и так же и наука тоже она состояла в части философии натур философии также философия была частью некого такого общего представления древнего грека о мире в плане образованности но предшествует ли конкретно наш сегодняшний философ или даже как бы сказать натур философ ученый к этому дискурсу я не уверен потому что натур философия вообще в принципе она не совсем научно это скорее такое полу божественное знание то есть когда мы перестаем верить уже в мудрости высказанные древними и начинаем размышлять а что же на самом деле хотели сказать нам пифагор или фалес то хэн то хэп то софой семь мудрецов греческих говорили точно так же как пытались говорить демокрит или в кип но они не могли так делать потому что время уже к тому моменту ушло говоря в принципе про философское изучение да вот мира про философское опознание можем сказать что на первых этапах философского дискурса самым важным отличием школ школы или атов школ это низких философов и школ которые были на континенте было то что они по-разному относились к физике тот вопрос который последующих философов со времен сократа не интересовал мы можем вспомнить того же аристотеля который в своей физике говорит что вопросы эти по большей части исчерпаны и про и просто передает дексографически даже зачастую сведения древних авторов о представлении на чисто физики то есть физика и вот научное знание это стало пропедевтическое знание для того чтобы обосновать и изучить философию а философия к тому моменту отвечала на гражданские вопросы на вопросы морали общества благо добродетели как себя нужно вести гражданину и все остальное то есть мы можем говорить что вот в какой-то момент философия конкретно антично она меняет свой вектор вот объект исследования интерес с вот этих натур философских проблем проблемы архе проблем первоначала на уже такой политико-социальный аспект мышления но это да это в принципе для нас из учебников даже во многом видно и из исторических данных а вот собственно о причинах и предпосылках вот подобного не знаю изменения мы можем говорить то есть вот как-то начинаем мы изучать древнегреческую философию там до сократики да там фоле с милецкая школа ну в том же в то же время пифагор парменит и многие многие другие вот они как-то там исследуются одно исследуют такие метафизические основы мира и многие из них натур философы и как-то вот хоп и резко акцент сдвигается на абсолютно политические вопросы на этические вопросы вопросы хорошей жизни вопросы этики нормативного устройства и вот всего подобного как бы мы могли это обосновать то есть почему так и не иначе произошло почему бы дальше не продолжать изобретать более изощренные натур философские теории ведь в принципе это интересно видимо сам мир изменился просто когда греки жили под господством или под тени великих империй персидской империи или египетской империи они сюда же апеллировали древности к востоку путешествовал платон путешествовали на восток египет тогда им было противопоставлено некое точное знание людей мудрецов с востока и низко школа тоже малайзия это западные западное окончание малайзии да в котором впервые все таки появилась такое философское или предфилософское знание и эти регионы постоянно терзали разные войны конфликты вот они соприкасались с культурами и восток привнес туда очень много вот глобальных вопросов бытия что делать было не так интересно потому что интереснее было ответить на вопрос а как устроена вселенная как зародилась вселенная как бы устроен космос сами космические вопросы интересовали их прежде всего как принципиальный вопрос после которого можно будет отложить все занятия умственной деятельностью перейти к чему-то другому даже математика она мыслилась философами и мудрецами как первая ступень к тому чтобы познать истину постичь истину я почему говорю право восточную философию вообще право восточный дискурс потому что как раз персы со своими религиозными представлениями диктовали то что господство определенной одной истины важнее чем стремление какой-то истине вот когда они да есть вот история переданная разными доксографами в том числе и там те же полутархам из хиране и что когда персы приезжали греческие полисы они видели посередине это это города полиса базар да они были в шоке ну как можно даже посреди города ставить храм какой-нибудь знаете вот там были какое-нибудь святилище огню если вы зарастрицы а тут базар просто так вот дело в том что самого агоническое соревнование которое в греции 6 веку достигло такого значительного развития когда начали работать суды и когда в демократических афинах начали забирать по тысячи двум тысячам судей вот тогда необходимо было не просто сказать истина например там небо голубое а нужно было сказать но вы знаете вот есть потоки эфира которые поднимаются наверх за счет тяжести небесной сферы и наверху образует некий слой разгоняясь от векрового потока атомов и образуя некую форму которая созидает нам медный или голубой цвет этого небесного свода вот это объяснение было хорошо то есть требовалось обоснования то есть уже не нормально было сказать мир устроен так нужно было сказать мир устроен так потому что и огромную цепочку обоснования происходящего необходимо было воспроизводить да да я думаю так ну и в не меньшей степени это все-таки войны которые постоянно терзали грецию сами греки очень любили с греками воевать с портанцы финианами с коринфянами с мегарцами с сицилийцами с метапонцами то есть это была бесконечная война и в процессе войны тоже вот одна истина она все время пересматривается ну известно что сократ кроме того что он босиком ходил по улице он еще участвовал войнах а представьте война это когда тебе не просто надо выстрелить из какой-нибудь винтовки с прицелом птическим сидя в кустиках да спокойно на химической грелке тебе нужно вручную взять меч к силам какой-нибудь там классический греческий взять и заколоть противника смотря ему глаза в глаза это тяжело и это тоже рождал очень много проблем почему например греки не могли объединиться это же тоже давняя мечта там и афинский союз какой-нибудь эдевский союз помнить это невозможно именно по той причине что есть огонь что я не просто хороший человек я не просто мудрец или я не просто воин а я лучше другого и как бы вот на этому и зарождается наука философия то же самое мне кажется аналогично было в эпоху просвещения или там эпоху не хочется произносить эпоху возрождение да когда люди тоже соревновались так сказать в мастерстве и самое лучшее удостаивались наилучших почетей наград ну да война это вещь которая также исторически менялась очень сильно и это как войну понимает древний человек а ну наверное практически никакого отношения не имеет к современному пониманию войны как на уровне фактов то есть на уровне того что там происходит на поле битвы и не на поле битвы так и на уровне ценностей то есть война мыслится по-другому на уровне справедливости и так далее то есть война действительно в ком-то смысле поменялась как и поменялось мышлением хорошо возвращаясь к нашим уважаемым атомистом тогда собственно кто представители кого можно назвать уже атомистом кто там за кем последовал вот какие у них связи или может они как-то там независимо друг от друга существа существовали но и собственно перейдем потом уже к сути их доктрины их и теорий ну из основных атомистов это демокрит и левкип или левкип и демокрит про них я думаю именно про этих двух людей можно сказать немножко подробнее про биографию хоть и только про учения потому что люди интересны а из остальных можно напомянуть из той же школы демокрита на ксарха философа гекате из тех же апдер из которых сам демокрит и левкип метродор хиоский довольно интересный философ у него есть своя евгемерическая теория происхождения троянской войны потом на все фан позднее и бион из абдера они все так или иначе но там еще есть несколько прилегающих ну от них так мало фрагментов что страшно просто жуть все эти философы примечательны своими атомистическими взглядами в духе демокрита потому что демокрит несмотря на то что левкип видимо все таки был основателем этой школы создал практически религиозное учение то есть он сделал из философии цельную комплексную картина мира это не то что какая-то отдельная вот часть этики до которой мы следуем а все остальное философию можем отбросить в принципе и предаться научным изысканиям в области физики нет ты в первую очередь изучаешь физику теорию атомов после чего ты приходишь в следующую ступень на устройство общества мораль этика и отношения людей да и у тебя есть своя эпистемология которую сам демокрит разработал что очень важно и очень редко для того времени и в этом как бы здесь большая разница есть пропасть между левкипом и демокритом и так далее если я тут уточню если говорить вот про демокрита собственно ты описал сейчас такую на самом деле очень систематическую философию да там со своей антологией со своей теории ценностей даже со своей эпистемологией а вот собственно а много ли мы знаем от самого демокрита потому что до сократиков черт пойми что дошло и непонятно какими руками а вот от от демокрита нам дошли лично его фрагменты или что-то опосредованное и различные упоминания о нем то есть насколько мы достоверно знаем про учение демокрита но я бы сказал как раз что вот кто-кто демокрит он скорее был то есть он младший современник сократа он на самом-то деле не совсем сократик от него дошло довольно много есть целая книга называется демокритик демокритас энтелеки пас это мист английские авторы издания 2005 года если не ошибаюсь такая красная обложка не а в которой на 9 950 страницах приводится отрывки из разных источников источников по вообще его теории да то есть начиная от самых ранних которые там есть после по сохранности опять таки в ркс цептах в эксцерптах то есть в кратких упоминаниях есть более просторные где тот или иной доксограф или философ упоминает его концепцию вот так чтобы был какой-то папирус на котором было бы отображено точное учение демокриты которые нашлось бы например где-нибудь в египте в районе там уазис луги за да вот такого у нас сожалению нет есть что-то наподобие но это опять-таки переложение его же самого здесь интересно что нам помогают другие более популярные философы и философские школы которые существовали на момент рима римской империи римской республики и которые переписывали тщательно переписывали труды своих учителей в частности пикура вот по ним у нас есть прям точные вот сведения потому что папирусы вот которые остались помпеях и геркуланами они очень много нам говорят есть сведения о названиях работ но это все опять-таки в приложениях чисто вот его атрибутированных работы нету мы про это поговорим я думаю немножко да хорошо ты вот сказал о том что о первых двух атомистов довольно интересная биография что же у них там такого в жизни произошло что она представляет нам интерес и что мы можем здесь обсудить да начну с лифки по интересный человек я бы даже сказал что можно его в начале нашего дискуссии обозначить как литературный персонаж нам осталось по большей части такое разрозненное наследство большей части это опять-таки его имя и его учения и полемика с древними авторами в фрагментах которые у нас остались и ну практически две с половиной тысячи лет этому учению но вот фактического подтверждения а человек ли он от лифкип у нас нет лифкип по диагену лаэртскому со слов эпикура не существовал но у нас есть подтверждение очень достойная в геркуландском а 1 1005 где есть связи то филадема я вообще поясни что для зрителей геркуланом это такой город которая засыпала значит пеплом во время завершения помпеев во время завершения везуви помпеи геркуланом из тоби были засыпаны за счет чего сохранилось вот огромное количество разных документов в том числе и папирус как неудивительно и не сгорели они так постелизировались и стали похоже на полено я кстати да вот я когда слушал лекцию одного историка по поводу вот этого всего очень сурового катаклизма который там засыпал пеплом города и вообще там цунами было по моему то есть с одной стороны это ужасное событие то есть там много людей погибло целая цивилизация там исчезла если мы об одном и том же говорим но прикол в том что благодаря этому мы сохранили как раз таки очень много источников и очень много археологических свидетельств об этой культуре поэтому с одной стороны конечно плохо то что там все взорвалось но с другой стороны это целая почва для исследования хорошо да и вот дамы господа аудитория андрея как вы думаете вот что было больше всего библиотеки древнего римлянина вот какие трактаты он читал на аристотеле подумайте да или платона перечитывал больше всего там эпикура упа эпикура знаете очень интересный философ особенно с точки зрения древности на материалист такой да вот как бы сказали марсисты ленинисты учение конечно безусловно более сложная но тем не менее самый крупный архив самая крупная библиотека найденная нами вообще в принципе это библиотека эпикурианство из древности кстати да вот обидно то что в какой-то момент много сохранилось от эпикура но на выходе мы имеем не так много хотя его фрагменты дошли личные но там ерунда вот сейчас есть такой проект называется philademos project он занимается оцифровкой этих рук и в основном он там письма киты переписка в общем полная ерунда кто что думал по поводу эпикура то есть даже учение там не пересказывается это такая вот фанфик знаете вот огромный огромное количество фанфиков засыпанных пеплом везувия так вот филадем это такой философ он где-то во втором веке до нашей эры жил умер кстати говоря в геркуланами был философом эпикурейца сам по себе и он хорошо знал биографии своего учителя так вот в 24 фрагменте плохо читаемым я посмотрел его перед стримом там буквально вот по следам от букв читается письмо пикура своим друзьям метилен на остров лесбос по поводу чтения лекции на все фана это последствия демокриты четвертого века и там есть значит такие строчки кайперитаута менукатата меной эпалинетус эрмапидас этеу сютестас демокритион кай леу кипион рагматеус так вот слово на букву п если что мы не одобряем но надеюсь греки такое не говорили ну в ротиках ничего страшного не было так и там нет фильтра я в твиче где на древнегреческий древнегреческого на русский переводит да да и к сожалению это тоже не подтверждение потому что вот сама основная часть слова леу кип он она не сохранилась и она кстати не читается поэтому подтверждение так себе сам эпикур он был очень интересным философом он всех в основном хайл да свое время когда жил и после своей смерти оставил огромное такое наследство из нецензурной брани это эпикур да да это вот какой век кстати чтоб люди хронологически ориентировались ну а тот же на 3 4 если про учение эпикура учение которое пришел в рим это укреция это первый век ну именно именно учение которое вот время когда рима собственно завоевал грецию великую грецию тогда где-то в триста сороковых годах нашел да и естественно исходя из вот этой брани можно сделать определенный вывод что из его сарказма да вот слово сарказм древнегреческое от слова саркадзеин разрывать вот саркадзо что он называл демокрита лерокритус то есть искать или пустяков или же если буквально говорить пусто дум пусто ум он учил о пустоте соответственно вот таким саркастическим образом он перевернула имя демокрита и перенавил в лерокрита а соответственно лев кипа он попытался назвать несуществующим по-гречески леру кип он ну то есть как бы о о о он это существующий суще от глагола эйми быть и соответственно несуществующий и ну как бы из из вот этого дискурса некоторые доксографы прочли что лев кипа не существовало и диаген ларский пишет примерно передает примерно такую же версию это это очень забавно потому что вот из того что ты рассказываешь выглядит это следующим образом вот живут какие-то тупо греки и они друг друга троллят то есть они просто коверкают имена это как сказать стас пей ну и вот сами продолжите и потом вот эта информация об этом человеке она записывается каким-то более поздним как бы историком и в итоге то что было шуткой мы уже как исследователи не совсем понимаем это рофл это или это так и то есть лиф клип действительно не существовал или это просто его имя исковеркали и мы получили что получили это да это забавно выглядит то есть древние греки это не какие-то там сверх серьезные люди не какие-то депутаты народного собрания это такие же веселые пацаны со стрима которые пишут в чат интересные вопросы так вопросы мы если что перейдем позднее хорошо идем дальше да ну дамы и господа не забывайте поддерживать андрея лимана и канала к страхе философии донатами все таки это важно вы помогаете улучшать контент да и возвращаясь да к демокриту или в кипу есть тем не менее да вот сохранившиеся во многом благодаря поздним переписчикам трассилом таким неоплатониками в корейцам в корпусе корпус называется демокрит и ум он был составлен по-видимому с переводами на латинский язык в котором сам трассил упоминал об создании теории атомов авторство которое которых полностью переписано ли в типу демокрита извиняюсь то есть ли в кип там исключен сам трассил это 36 год это первый век нашей эры он был приду придурным астрологом императора трояна о господи тиберия всего заговариваюсь и позже женился на одной такой армянской древнеармянской как бы из древнеармянского рода принцессе аки и издал также рукописи платона в тетралогиях то есть в том виде в котором они сейчас нам известны то есть он по профессии сам грамматик и знал что он делает как он пишет то есть у меня была некая такая критика источников и он говорил что создатель учения об атомах это демокрит а не лев кип вот если знаете еще такой был сериал я клавдии роберта грейвиса по книге роберта грейвиса там вот уже есть трассил который прорицал и все его прорицание сбывались он даже предсказал распятие иисуса христа ну иисуса бин пандира или как там по ту мудической традиции учение лев кипа передано большей частью аристотеля то есть два автора аристотель и теофраст теофраст издают или по всей видимости как-то имеют обладают работами лиф кипа и упоминают их в своих произведениях но тут же стоит вспоминуть трагическую судьбу произведений самого аристотеля потому что его работы выпали из поля зрения ученых потому что после его смерти они хранят это там в пещере недалеко от его дома где он жил по моему очень недавно как он в каком-то или пещере или в подвале то есть несколько веков они там хранились их там крысы немножко пожрали в общем они чуть подпортились и потом как-то их вот кто-то откопал и начали работать с этим это это какой-то вопрос то смешнейший роффл то есть для меня на самом деле не совсем понятно как как можно вот грубо говоря просрать наверное а тексты одного из самых топовых философов вашей эпохи на два века то есть это для меня звучит немного абсурдно но может быть для того времени два века это знаете как там как 20 лет подождать но в современности это выглядит как какая-то такая очень странная неполадка и выглядит забавно ну хорошо что дошло то что дошло я бы не удивился если бы работу сожгли вместе с самим аристотелем но потому что он же был учителем александра александр воевал с греками ну да могли по политическим мотивам принципе да после его смерти начали бесконечные войны диадохов там кто чьи родственник кто кому в лицо плюнул и так далее то есть там крованая вражда такая была серьезная горская такая знаете и ну да после этого рукописи были перед нами с английского биотеку и в итоге оказалось что в оригинальном виде сохранилась там пару трактатов по логике а все остальное вот сейчас насти пиры которые у него были как у платона они полностью утеряны и опять-таки это пиры это диалоги ты имеешь ввиду ну да как диалоги вот как пир платона да кстати кто там говорил говорится еще читал диалоги аристотеля это не цицерон случайно в своих текстах пишет комментарии на диалоги аристотеля вот не помню или они уже тогда не сохранились ну ка времени цицерона по всей видимости они были всплывали потому что понятие из аристотеля он упоминает там филе переводишь как материи за аристотеля именно и аристотеля как-то комментирует с другой стороны там была школа аристотеля которая тоже могла повлиять на его учения тут не очень понятно потому что речь про бытование источников если мы точно знали что содержалось пирах того самого трактата диалога диалогов в аристотеле тогда мы бы сказали вот что у кого за место на так мы можем только гадать к сожалению в чате сразу пишут вангую что пир аристотеля был более гетеросексуальным ну не быдлогов ты наверное слишком уверен то есть на чем твоя позиция основывается то есть может быть наоборот вообще вообще если немножко можно поговорить про да можно наверно никто не будет против про гомосексуальный дискурс изначально это дискурс аристократический то есть вы вступаете но не вы абстрактный вы вступаете в ваших фантазиях вы вступаете в отношения с юноши которая младше вас на несколько лет желательно и именно тот факт что вы не можете иметь детей совместно да то есть не можете продолжать рот именно это ставится вам заслуга как аристократическая доблесть то есть вы таким образом философские становитесь на ступеньку выше чем обычный какой-нибудь там василиус помните васян до василевс у которого семья пять детей все остальное то есть аристократы в афинах прежде всего в афинах и в спарте они себя отделяли от простого народа демоса именно тем что они говорили вот моя аристократическая кровь я собираюсь на симпозиум это тоже кстати аристократическая привычка я обладаю теми способностями врожденными теми тем даром от богов который мне отделяет от этих людей и я собственно занимаюсь тем что мне позволяет почувствовать еще большее превосходство но это опять таки была такая игра скорее так как знаете и вот в русских селениях когда девушки вроде как и неприлично терять девственность но при этом она так или иначе если какие-то богатые подарки все остальное она может до свадьбы так сказать разок и нормально то есть если это на систематической основе и если это между немолодым юношей и позже его мужчиной то это уже немножко не то это осуждалось ну то есть да со строгие определенные рамки то есть это выглядит как такой очень необычный как я понимаю социальный ритуал подчеркивающее да вот это арите вот эту принадлежность к аристократическому роду к аристократической традиции мы это можем в современности с любой практикой сравнить которая вот тоже можно сказать для социально каких-то особенных людей для каких-нибудь богатых до которые там имеют много денег и они там покупают себе очень дорогие машины необоснованно ну то есть зачем тебя машина за 30 миллионов ты можешь купить за 6 она тоже будет довольно хорошая будет тоже быстро ехать будет надежная но нет надо купить за 40 за 30 и в этом плане здесь наверное какая-то подобная вещь то есть человек он обладает каким-то вот как ты сказал божественным даром до который может использовать отделяя себя от других то есть это некоторый такой диск дискурс аналитики дискурс разделения дискурс вот этого социально-классового от деления себя от обычных людей вот я не знаю там крестьяне не крестьяне в общем народ демос и прочие пацаны и женщины да это интересно то есть можно абсолютно так можно скажем а сексуализм здесь не какая-то такая вот практика а скорее социальная традиция для аристократов я кстати одобряю и не обсуждаю вот так что если что то если мы на твиче то есть без приоративного без приоративного употребления и так я мельком смотрел чат да у него были дети двое детей и жена жена у него была не менее образована чем собственно сам аристотель она занималась селекцией по всей видимости трав и у нее была своя энциклопедия по ботанике тоже большой ученый на самом деле зря забытый вот но его дети особо так не ничего никак не преуспели вроде как были забыты в истории потому что фигура аристотеля все таки она была выше ну и как он воспитывал собственно говоря александра поэтому видно по этому как по обстоятельству видно насколько он был все-таки приверженец старых аристократических традиций македоняне по большей части люди не философы и люди не аристократ это воина дикие горские воины которые пасли скот напоминает некоторые регионы россии я там рядом живу как раз а вот обрядов это уже есть знакомый которые рядом и естественно вот его связь ненормальная скорее всего или осуждаемая в стане македонцев связь гефестиона была продиктована вот этим вот образованием атическим классическим атическим то есть это было не то что учение развращающие как про сократ и говорили это было учение которое обосновывало твое аристократическое положение в мире обосновывало твои привычки как аристократа но как я не горский говорил бей топчи пустодомный народ беспощадно бей его острым бацом тяжким ермом придави вот такое было отношение к народу это twitter навального наверное ой смысле twitter либералов современных хорошо но в принципе это да то есть всегда понимаете что если вы говорите о греции вы говорите о очень аристократической культуре это конечно не индия где вот эти присутствуют кастовые разделения то есть в древней греции такого нет но ты все равно рождаешься либо аристократом либо нет и это тебя определяется можно сказать метафизически определяешься в ту или иную социальную систему по рождению вот поэтому для древних обществ это такая свойственная вещь довольно ну и семейство нас безусловно то есть гиппократ это не просто гиппократ от семья гиппократа непонятно что аскальпиады не по это что написал сам гиппократа что его ученики и семья это семейной традиции оливкип родился видимо в обдере возможно в или и на это указывать диаген лэрдские в девятой книге 30 главе говоря что милет также можно примерно или веке в каком году или веке 5 век тут непонятно совершенно до нашей эры хорошо до нашей эры да так соответственно один из последних языческих философов симплики киликийский это 5 век 6 век уже нашей эры после закрытия плановской академии с тенианом он перебрался там персию во время царя хасрова первого после вернулся опять обратно в хран ну так вот ну вообще он заложил традиции восточной философии возможно восточного арситилизма на востоке а так вот он писал что лифкип происходил из или или милета из косвенного сообщения диагена лэрдского в десятом книге седьмой части 7 главе следует что лифкип основал где-то между четыреста сороковым годом и четыреста тридцатом школу в апдере и что с этой школой как-то связан демокрит но его писание очень пространно и не совсем корректно потому что он сам говорил больше про знаменитости он не не говорил вот такой-то известный значит философ создал школу сказал народ почтил лифкипа тем что разрешил устроить из себя школу если он про философии вообще очень мало понимал если честно мне кажется он просто переписывал компилировал какие-то источники а сам творчески не перерабатывал их еще есть у того же антигенверского мнение что лифкип основал город метапонт это город великой греции на юге находится он 20 километрах от гераклея а вот я тут хотел бы прояснить вот ты говоришь основал город а это вообще под силам в то время одному человеку сделать такое и насколько это вообще реалистичным то что если мы сегодня скажем но депутат вова он основал город мы такие что какого черта как это понять что имеется ввиду когда мы говорим что человек основал город в греции существовала практика установки колоний это практика называлось выведение опыки опыки это такая выселка за город то есть конкретный полис имел конкретную опыки в этой пойти селись чаще всего люди которые уже не обладали гражданскими правами то есть если ты например родился в опыки это у тебя не было прав города вот какая-нибудь там колония спарты сицилии если человек рождался сицилии то он не имел права гражданство спарты и многие из-за политических преследований из-за каких своих желаний обособиться от общества выезжали в такие далекие плавания да вот выплывали куда нить в италию или там на западной прежней малайзии основывали маленькие городки нужно было собрать вот количество демоса людей строителей соответственно рабочих которые построили первое здание и в чистом поле буквально ставилась какая-нибудь такая фактория некоторые производили хлеб чаще всего как было про черноморье у нас на юге россии или добыча руды вот сливки по-видимому накопив какое-то состояние или просто приобретя известность большую как довольно таки мудрый человек он смог это сделать и даже есть этот город раскопали это известный город там был в основе спартака спартака нашли монеты времен эпохи лифки по и у того же геннвардского садись содержится свидетельство что и у симплики что граждане города чеканили монету с его изображением у нас есть монета по всей видимости сображением лифки по он там изображен со шлемом на голове с бородой а на обратной стороне собака молотской породы это вымершие собаки даже не знаю с чем сравнить не очень собак разбираюсь но это на самом деле звучит серьезно то есть человек на хайпе накопил денег открыл свой город это это круто это необычно в современности это сложно сделать хотя можно открыть свой ресторан но это уже другой вопрос тут прилетел донат сейчас я его зачитаю мистер в 30 рублей спасибо большое интересный стрим описание быта древнегреческих мыслителей помогает лучше понять их философию вот такой комментарий я думаю ты абсолютно прав потому что вот лично я когда начинал только за изучать философию я начинал не совсем с истории философии то есть я начал сразу с философских концепций и вот когда там например аристотель начинает объяснять вещи как ценные сами по себе и ценные ради чего-то для чего-то в принципе это такая современная философская концепция в теории ценности в аксиологии она до сих пор актуальна то есть вещи ценные сами в себе и ценные для чего-то другого внешнего но вот ты так читаешь вроде знаешь как то вот не совсем понятно то есть как это так ценно сама по себе более того аристотель говорит что философия цена сама по себе и ты такой уже вообще ничего не понимаешь и потом он начинает описывать спасибо за донат сейчас зачитаю он начинает отпис написывать вот эти различные примеры связанные с рабом и господином то есть араб он трудится для чего-то а господин он соответственно принадлежит сам себе он не для чего то есть в каком-то смысле он ценен сам по себе араб для господина ценен и вот когда начинаешь вот эти вот вещи и социального и бытового и политического характера прояснять конечно тебе и философия становится ясна и мышление и понимание там того же самого аристотеля и других философов тебе буквально открывается с другой стороны я бы это так прокомментировал так вот даже вот даже насколько было развито производство фиг в афинах вы знаете что в русском языке тоже есть такое слово сикафант с сикафанд это человек который носит кармане фигу то есть буквально человеку какого-нибудь который хотел завести тяж был подходил на улице дебатер до вызывал его на суд тянул за рукав буквально и он обязан был ответить на это судебное разбирательство даже если него были дела даже синие дом горел вот настолько чудовищные бытовые подробности вот этой демократии да это ужасная демократия до это демократия который ни один современный человек не пожелает потому что в этой демократии ответственности больше чем я не знаю где то есть вы на работе устаете совершая действия которые вы знаете и делая работу которую вы вроде шарите вы там устаете и запариваетесь много ответственности а демократия в греции на разных периодов ее истории это вообще капец это может случиться такое что один год вы работаете судьей потом там один год вы там в сенате третий год вы там еще не знаю военнослужащий четвертый год вообще кулинар ну в общем такая знаете греческая демократия требует от вас мульти функциональности часто и слишком сложно многие люди на такое не согласятся особенно в современности так я сейчас прочитаю донат надбровный дугин 100 рублей спасибо большое анал философия больше остальной философии спасибо за прекрасный комментарий кроме аналитической философии существует много какой философии я вот недавно как раз таки открывал карту философии вот обычно говорят про аналитическую континентальную но в принципе правильно говорить про аналитическую англо-американскую англоязычную философию про европейскую континентальную и всю остальную то есть японскую индийскую китайскую русскую малазию эту малазийскую африканскую философию южно-американскую философию и так далее но на мой взгляд конечно из всего этого сорта огромных красивых цветов лучше всего конечно справляется аналитическая англо-американская философия с задачей философии но это уже мои предпочтения спасибо за 100 рублей идем дальше сиди решили подолбить строить по постройку храм артемида может быть это же древние греки гномальные греки и вращаясь к левки по еще пару слов упомянуть его работы его работы были собраны фрагменты германом дильсом в девятнадцатом веке и изданные в сборнике доксографии грайки в берлине потом это издание было несколько раз пересмотрено и вот то которое он назвал последним это демокрит и левкип атомисты с красной обложкой 2005 года это наиболее полный корпус комментарий очень хороший ему переписывается древними авторами работа у меня с диакосмос то есть работа в программная работа на тему атомизма такая про большую большую систему устройства наверно так бы его можно было перевести большую систему устройства благоукрашенного космоса вот которым необычно очень такое не совсем приоритное название обычно мы привыкли к более лаконичным трактатам например аристотель физика у него есть и более интересное произведение аристотеля которое сложно так передать современными словами она эта работа опять-таки многим переписывается демокриту потому что непонятно авторство и это еще микрос я космос еще некоторые авторы упоминают о его малых работах по физике и связи с тем что он прилежал к ионистской школе на трофилософской его цитирует в этом отношении фалеса максимандр ну можно перейти думаю к демокриту потому что про него то известно побольше демокрит это 5 4 век до нашей эры к мужской анимаш современник сократа протагор его современник и сам демокрит были выходцами из абдер но какое-то время все таки вместе с его же современником гиппократом они жили в афинах сам демокрит немножко приоткрывает эту завесу насчет его эпохи и возрасте в этом малом диакосмосе его еще предводят как мирострой современные переводчики но я не думаю что это хороший перевод он говорит что он был на 40 лет младше аноксагора который называл даты своего рождения 460 года нашей эры это соотносится с указанием аплодора тоже значит писателя доксографа который говорит о рождении в 80 во времена 80 олимпиады его отец по всей видимости богатый торговец или купец есть три версии в имени гисисестрат афинокрит и дамасиб афинокрит конечно звучит очень необычно афинокрит афинский значит афинский ум или афинский стяжатель можно так по разной по и низке прочитать считается что их семья какое-то отношение имела к ксерксу это царь персии который немножко напала на грецию свое время и возможно его семья я как-то еще и была связана со двором ксеркса потому что биографы утверждают что среди учителей демокрита в юности были волоквы и халдеи происходившие вот ксеркса вот когда он пребывал свое время в греции со своим войском история вот конкретно его воспитание взята у валерия максима пятой книги в истории и у диагена лаэртского девятой книги 34 главе где он ссылается на предпосылки значит связи персидских халдеев магов и греческих философов что мол великое знание но с востока она же не может быть от греции возможно что ксеркс или там какие-то его посланники на обратном пути в персию вот устроили лагерь в абдерах возможно что абдеры были укрепленным местом персов и поэтому вот греки которые там обосновались они так или иначе взаимодействовали с персами особенно знатные признанные роды не не были убиты собственно войсками а как-то взаимодействовали культурно обогащались вот эти истории про восточных наставников это скорее топос такой это по большей части измышления доксографов потому что традиция учителей с востока это обычная история в переложении жизнеписания древних философов вроде пифагора как это передает диаген лаерский там или перпона или платона вот например про пифагора он говорит что пифагор долгое время жил в египте посещал там бог вов халдеев и фалес тоже посещал их и платон долгое время пребывал учился математиков египта и в плане магии и в плане вот этих всех волшебств которые они жаждали довольно любопытно мнение об учении демокрита изложенные у доксографов римского времени в частности у такого вот эрудита даже можно назвать научпоппером или пред научпоппером плиния секунда уже плинии старший который написал естественную историю не все книги кстати переведены есть просто отдельное издательство которые вода мир например приводили его книги по искусству с тридцать пятой по по сороковую по моему я не ошибаюсь или по тридцать восьмую вот довольно интересное чтил можете почитать и среди прочих они упоминают и пленнии упоминает что эмпидокл его ученик горги киантийский являлись наследниками древней восточной традиции восточных магов а перс асфан или астан взял себя ученики демокрита также он значит демокрит числе пифагора эмпидокла и платона были путешествиях по востоку с целью владения магией а демокрита вроде как сохранилась еще во времена плиния некий такой трактат по магии который пользовался очень большим спросом и демокрит со своим учителем асфаном в качестве лекарства для лечения болезни желудка предлагал пить человеческую кровь ну знаете если пырнуть человека в живот то потечет кровь а это значит что на желудок и на живот он работает на крови и если вы болеете то у вас недостаток крови поэтому попейте крови желательно того же вида что и вы то есть человеческой крови и все пройдет нормально все с пацанами заживет так хорошо тут донат прилетел сейчас я его зачитаю гематоген гематоген кстати вкусная тема в детстве любил и не только в детстве время от времени ем надбровный дугин 100 рублей спасибо большое я далек от философии насколько это возможно но у меня уже сложилось предпочтение все кроме аналитической философии пока в скобках пока читал только фрегги и не дочитал айра я считаю говном пытался читать канта и хайдеггера да да не дочитал две херни и делаю мнение о всей философии спасибо большое надбровный дугин ну кстати аналитическая философия фрегги это не совсем аналитическая философия то есть это скорее предтечья или про отец или тот кто очень сильно повлиял на аналитическую философию потому что в отце аналитической философии обычно записывают рассел пингенштейн джон мур или джордж мур как его там джордж по моему вот это отцы и ты их можешь почитать они кстати довольно хорошие правда некоторые их пассажи во многом устарели но когда ты начнешь читать квайна когда ты начнешь читать крипки ты поймешь что аналитическая философия она не такая уж ясная понятная и простая как кажется я уже не говорю про льюиса и подобных авторов хотя вот например рорти это такой знаете постмодернист от аналитической философии он довольно интересный он необычный мне не совсем он нравится мне у него только его прагматизм интересен в остальном так но как философ он довольно приятный а вот kant и хайдеггер я не считаю что это тот так сказать континентальные философы хайдеггер да хайдеггера считаю а кант пишет довольно аналитически ясно то есть и конечно он пишет не лаконично он нагромождает он очень много комментирует он очень много вводит терминов и слов но в принципе он аналитический философ в том смысле что он вводит тезис вводит обоснования, вводит аргументы и он использует слова в строгом значении. У него нет такого, что он прям похож на Гегеля или на Хайдегера. То есть Кант, он на самом деле классический философ. С Кантом у тебя не должно быть проблем. Единственное, конечно, его сложнее читать, чем того же Фрегги либо Айера, просто потому что он... У него система намного сложнее, намного комплексней. Ну, понимаешь, философия, она разная. Начиная с того, что нравится, а там уже может перейдешь к чему-то интересному. Спасибо за 100 рублей. Можем продолжать. Вот недавно еще один, когда-то великий философ вернулся аналитический. А какой? Так, я не слышу. Алло, алло. Ну, все, понятно. У нас у нас с Костем связь пропал. А, вот все слышно. Я последнее, что услышал, вернулся аналитический философ. Ага. Да, ну и это правильно, что не слышно, потому что этот философ Дарья Штрушерер. А, ну, кстати, я сейчас не берусь брать экспертно, но многие мои источники говорят, что это фэк. Но кто знает, понимаете, слишком много данных и слишком мало фактов, чтобы говорить, что это фэк, но в то же время, чтобы подтверждать это как не фэйк. Поэтому будьте осторожны. Ну да, там была такая вот интересная ситуация. Да, всем привет, зрители, кто подошел. Располагайтесь. Если что, вопросы с донатом читаем сразу. Хорошо, переходим. Возвращаемся обратно на стези Демокрита. Древней Греции. Да, и я просто хотел бы дискурс опять-таки продолжить. Мы в начале уже говорили, что по этому вопросу, по вопросу древности, Востока, магии и так далее, у современных следователей есть мнение, что в древности слова Демокрита и Пифагора, ну, как примеры яркие, не различались, различались как те, которые высказываются от лица мага и поэта, а от тех, которые высказываются философами. Вот, например, акусмы Пифагора, то есть буквально уже акусмы, ценились как выражения, содержащие древнюю мудрость. И для греков их времени древность представлялась неким судьей, авторитетом, на который можно было ссылаться при обосновании той или иной концепции. И до какого-то момента в поле зрения обычного грека, среднестатистического, занимающегося умственным трудом, вот, у него была мудрость от мудрецов, от семи мудрецов. По той же причине Пифагор, например, приписывается многими философами 4-го, 3-го века введение понятия философия, якобы, да, чтобы он там как бы вот легитимизировал своим авторитетом понятия философии и философствования. Потому что, когда мне спрашивали, вот, ты кто, ты чем занимаешься? Я говорю, я философ. То есть, я занимаюсь как бы греческой филии к мудрости, такой разновидностью любви, протяжение такое к истине. Естественно, это совершенно не обязательно так, что именно Пифагор придумал философию и стал первым называть себя философом. Просто вот традиция ведет и должна вести обязательно к такому авторитету. Ну вот, говоря про Демогрита, возвращаясь к нему, Диоген Верцкий пишет, что он путешествовал и в этом путешествии получил образование. Вообще, он получил большое количество денег, наследствовал от отца, промотал его довольно короткое время, но зато при этом приобрел популярность и известность и на Востоке, и в Греции. Он путешествовал в Египет, чтобы изучить геометрию, на Красное море и в Персию, чтобы учиться у магов, Гоэте, и в Индию, чтобы учиться у гимнософистов, голых софистов. Ну да, гимнософисты, они называли брахманов обычно. У гимнософистов на самом деле много чему можно поучиться, потому что вот у нас есть в чате человек с ником гимнософист, он время от времени пишет умные вещи, то есть можете к нему записываться на консультации, там по магии, по вот этим всем вещам. В этом плане, да. У нас просто, да, есть такой прикол на наших стримах, у нас в чате есть человек с ником гимнософист, вот, поэтому каждый раз, когда я слышу гимнософист, у меня референт в первую очередь на нашего зрителя, а потом уже на древних греков, вот понимаете, все переплетено. Хорошо. Я, кстати, заметил то, что вот интересно, что вот эта вот древняя Греция и вот эти все тусовки интеллектуальные, они выглядели как, ну, сейчас мы поедем на восток, научимся у великих мистических магов учением, вернемся на родину и будем здесь мудрецами, экспертами в темных эзотерических учениях. Это звучит на самом деле не как-то странно, хотя многие об этом забывают, то, что я как понимаю, там влияние восточных культур различного характера было довольно сильным и высоким, потому что какого интеллектуала ни бери из Древней Греции на Пифагор, там Платон, вот мы сейчас про Демокрита говорим, какое-то влияние от этого мистического магического Востока мы находим. Как это вообще можно исторически объяснить? То есть, я как понимаю, там греки, они были настолько крутыми мореплавателями, что им там наплавать на восток было не так сложно, чтобы получить какие-то знания, и почему именно на восток своей какой-то традиции уже не было? Да вот я как раз ввел к тому, что это традиция такая, это общее место для доксографов древних, то, что они вот это сводили, потому что нужно было обосновать. Это, знаете, вот все равно что сказать, Алексей Анатольевич Н. ездил получать образование в Америку, значит, он американский агент, точка. То есть, это скорее приплетение определенных фактов дополнительных к фигуре человека, чтобы его как-то вот идентифицировать как мудреца. Если ты не путешествовал, то значит, не мудрец. Ну, вот так. Ну да, это как, если у тебя научной степени нету, то ты неумный. Ну, хорошо, это да, это значит, мы получаем такую картину, в которой любой человек, который был мудрым, вне зависимости от того, путешествовал он на восток или нет, ему все равно это припишут, потому что мудрость как наличие, как факт, требует своего обоснования. Например, он ездил на восток к мудрецам. да, да, и это было в его школе тоже, его ученики это все пропагандировали, говорили, вот, действительно, он ездил, в самом деле. И потом, они, там, неоплатоники, неопифагоритцы, они решили, что вот на востоке реально есть мудрость, и когда их начали христиане, в шестом веке изгонять из империи, они подались на восток, и все, очень быстро закончились. И с концами. то есть, конечно, нет, и сочинения остались, они переписывались, там, в школе в Гандишапуре, вот, была большая Платоновская академия, новая, персидская уже, но, сами они, к сожалению, долго не прожили. И, и даже дело не в том, что там какая-то мудрость или не мудрость, а египтяне, например, они, скорее, стахастически пользовались математикой, то есть, 2 плюс 2, 4, и все. То есть, нет законов для математики, что можно еще и 2 плюс 3, равно 5. До этого они дойти не могли, и восточные хаудеи, скажем, какие-нибудь вавионские маги, они тоже так себе разбирались в календаре, и многие даже события, касающиеся неба и затмений, предсказывали гораздо хуже, чем их современники в Греции, которые никакими такими волшебными знаниями не обладали, а просто брали в руку какой-нибудь простейший инструмент для расчетов и чертили цифры на песке. Если говорить про Восток как манящий такой мир чудесный, в котором рождаются невероятные истории, сказки, в которые хочется вернуться снова и снова, то стоит ли упоминать, что постоянная война, непрекращающаяся война Персии и Греции по сути и сделала греков тем великим народом, который мы можем видеть сейчас. То есть после завоевания Александра, после завоевания территории, начиная от западного берега Восточного моря вплоть до Индии, вот эта вся Греция, она впитала в себя потрясающую мудрость. И вот ученые путешествовавшие, там философы путешествовавшие вместе с Александром, там Калимах какой-нибудь, художник Полигнот, ой, художник Капелес, что такого великого они узнали на Востоке, что принесли на Запад? Ну, по сути ничего. Ну, они, конечно, описали эту землю и узнали, как правильно проложить путь к специям и к благовониям. Это уже важно. Я бы сказал, это настоящая мудрость, потому что, ну, представьте свою жизнь без философии. Ну, в принципе, нормально. Каждый человек так живет. Вот мне это будет тяжело, но я, наверное, не все люди. Людям, в принципе, абсолютно легко живется без философии. Скажем так, с философией им живется намного сложнее. Вот у меня сейчас несколько моих молодых знакомых пошло, собственно, поступило на первый курс, и у них началась философия в университете. И они такие говорят, боже, какой кошмар, как вообще можно этим заниматься, как этому делу люди посвящают годы, то есть какая-то абсолютно бесполезная дичь. Ну, вот такие комментарии я постоянно слышу, уже привык. И в этом плане философия, она напрягает людей, то есть мудрость это то, что мешает. Но теперь, давайте на секунду представим, что ваша жизнь, она не имеет благовоний, вот не имеет специй, не имеет приправ, не имеет, что там еще в благовония ходят духи, да, всякие? Вот этого всего нету. Вот это уже будет тяжело, не так ли? То есть без философии, без фундаментальных вопросов, без нормативной этики, без философии, там, политики, антологии, вы проживете спокойно. А вот представьте, что нету специй для курицы, а как жить? Поэтому я считаю, что эти люди, которые организовали торговый маршрут для благовоний, они поступили мудрее, чем многие. Вот, и в этом плане нельзя недооценивать эти заслуги. Хорошо, идем дальше. Да, и знаете, дамы и господа, интересно, что Александр вместе с Неархом, вместе с своим фалтоводцем, они открыли еще и Южный Путь к Специям и к островам Болгавония, он так назывался, она так называлась типа Дорога Болгавония, которая существовала и существует вот на территории Аравии до сих пор. От Набатеев, вниз к Аравии, Красного моря и дальше к островам Сокотри и так далее. И они же, кстати говоря, по всей видимости, с своей экспедиции узнали или достигли возможно даже Шри-Ланки популярного курорта для Инстаграм-блогерш. Знаете, он тогда назывался правда остров Тапрабана, но не суть. То есть, это действительно было важное открытие, но по сути, кроме материального блага какого-то в виде специй, это ничего не принесло. Нам было, конечно, Амбра, вот этот потрясающий Пиладон, да, вот это все и так далее. Да, но вернемся, к сожалению, к нашим философам, потому что это можно бесконечно размышлять. Его путешествие Демокрита было такой вот схемой по путешествию, как путешествовали, например, европейские мыслители в Гран-Туре в Европе в XIX веке. То есть, такое культурное образование. И считается даже, что он путешествовал в Эфиопию, где тоже подчеркнул какое-то неизвестное знание. Хотя, трудно сказать, к сожалению, в Эфиопии я не очень разбираюсь. У нас очень мало есть сведений о том, кто были учителями и кто были учениками Демокрита. Это важно для того, чтобы сформировать представление о школе. Диогеново-Эрцкий говорит об этом так запутанно, упоминая Левкипа, Анаксагора и Пифагора как его учителей. Это девятая книга, двадцатьчетвертая глава и тридцатьвосьмая, соответственно. в отношении между в отношениях между Демокритом и Протагоров ничего вообще непонятно. То есть, что, кто у кого заимствовал. Говоря про Зенона и Параменида и учения о Тохэн, о Едином, он говорит, что Демокрит обсуждал этот предмет со своими учениками и так как это были самые знаменитые люди эпохи, он так или иначе черпал у них часть учения. Видимо, учения в плане строения атомарной системы. Он побывал в Афинах, как мы уже сказали, сам Демокрит, и поддерживал связь с Анаксагором и Левкипом в обмене знаниями. Афина это вообще была такая кузница новых философских кадров, которые приезжали в основном с Востока там где-нибудь с территории побережья, где-нибудь Малайзии, Анатолии. А Анаксагор, по всей видимости, принадлежавший к противоположной от Променида школе, бросил вызов его доктрине и постулировал неопределенное количество элементарных частиц существования то, что потом будет названо сперматических логосов, то есть бесчисленных семян, из которых прорастают различные элементы. Это, знаете, очень похоже, сейчас будет, наверное, очень некорректное сравнение, особенно к таким древним временам, но вот слышали, наверное, про голема, такого персонажа еврейского эпоса, он написан на Митерлинка. Так вот, сперматические логосы, это вот бумажка, вложенная в рот этого голема и благодаря которой этот голем выполняет ваши приказы. То есть то, что кладется в эту мертвую недвижимую материю и то, как это прорастает, соответственно, становится вот этим вот деревом жизни, произрастающим из ничего, из небытия. Естественно, такие же догадки насчет этих логосов были у стойков у Зенона Китийского, Зелено-Китийского, но сказать про прямое соимствование мы здесь не можем. Диоген Аверский также говорит об отношениях Анаксагора и Демокрита. В своих отношениях они, по всей видимости, испытывали злобу друг к другу. Но это, возможно, опять-таки ксографическая сказка, потому что не было упоминаний о том, чтобы конкретно Анаксагор не принес его ученика или как-то выгнал его или что-то такое. Просто есть несколько упоминаний о том, что они не сошлись на вопросах отношения к этому логосу произрастающему. Диоген Аверский испытывал поди... Диоген Аверский описывает о том, что Демокрит испытывал личную неприязнь к своему учителю, и их отношения складывались неровно, потому что его теория, его спор с Элиатами вступала в противоречие с тотальной теорией Демокриты, которая уже тогда формировалась. У того же Диогена Аверского есть упоминание о том, что Платон, когда узнал о сочинениях Демокрита, желал сжечь его книги. И это опять-таки по всей видимости история, которая отражает знакомства Платона с Демокритом, но, скорее всего, такого желания у него не было, потому что Платон ни разу не упоминает Демокрита в своих работах, или шмельком у косвенных авторов, у эпигонов есть упоминание о их вражде. А это, кстати, вот с одной стороны кажется чем-то странным, то есть Платонгова считает, что работа Демокрита стоит сжечь, и при этом он не упоминает ничего о Демокрите в своих работах, в своих диалогах. Мне кажется, это, в принципе, закономерно, потому что зачем тебе говорить о своем враге в, собственно, своих произведениях, которые будут читать твои ученики, которые будут разбирать другие люди, то есть как говорится о своих оппонентах лучше не упоминать лишний раз, а то начнется вот это раз решил сжечь чужие работы, то есть настолько у человека неприязнь к философским позициям, то в принципе и упоминать об этом не надо, то есть мне кажется, наоборот, Платон здесь последователен. Да, я лишь просто хотел сказать, что это общий троп, это троп, который отражал то, что последователи, например, Демокрита и последователи, к примеру, Анаксагора друг друга не любили или последователи Платона не любили последователей Демокрита, потому что они в своих школах, в своих закрытых вот этих вот ламповых комьюнити формировали образ врага, потому что сами ученики никогда не писали про своего учителя, вот вы не найдете у пикурейцев за редким исключением упоминания Пикура, чаще всего они спорили с оппонентами, с людьми, которые были за пределами школы, а зачем упоминать своего учителя, если ты и так знаешь, что это твой учитель, ну это глупо, надо спорить с противником, да, то есть, а просто такой же есть, такая же история, такая же байка есть в отношении Аристотеля, который хотел изучить книги Платона, ну знаете это, да, Платон, мне друг, кстати, вот фраза Платон, мне друг, но и все равно дороже не принадлежит ни одному античному философу, вот, я думаю, многие из вас и так знали, это на воде, так сказать, из 17 века, дай бог, или из 18, ее не то напоминает, и многие другие, там, школы хотели уничтожить работы Платона, например, или Протагор вроде как хотел сжечь работу Платона, а афиняне хотели сжечь Протагора, то есть здесь важно было, что отразить Платона как человека, которому мешали книги Демокрита, потому что они, ну даже если их прочесть вскользь, отрицали теорию Платона и обосновывали ее полное противоречие, внутреннее противоречие, да, и естественно, вот этот аспект вражды, он встречается не раз и не раз в истории. Ну да, это в принципе, вся история философии, она часто выглядит как борьба некоторых школ, некоторых мыслителей между собой, ну не всегда она перерастает вот в такой серьезный боевой конфликт, но на уровне такой интеллектуальной борьбы, да, на уровне неприязни к своему интеллектуальному оппоненту, на уровне уничтожения его аргументами, хотя не всегда, то есть да, философия это как война, только без мечей, а с аргументами, хотя, когда как, я тут вот хотел собственно спросить, мы упомянули про демокритовское учение об атомах, о демокритовской антологии, и здесь бы тогда стоило это, на мой взгляд, поглубже раскрыть, то есть вот есть демокрит, он считает, что мир, который мы наблюдаем, он на фундаментальном уровне, состоит из мельчайших неделимых, да, греческое слово атом, вроде как переводится неделимое, неделимых фундаментальных частиц, ну и соответственно, все, что мы видим, это комбинации этих частиц, что еще добавляет демокрит в свою антологию, может есть какие-то силы, которые движут эти атомы, и вопрос еще такой, а какие свойства и характеристики мы можем приписать этим атомам, потому что, ну хорошо, фундаментальная частица, а какая там физическая, духовная, ментальная, магическая, квадратная, зеленая и так далее, то есть есть ли у атомов характеристики хотя бы какие-то, и как они взаимодействуют там с другими атомами, что происходит на уровне антологии. Я просто вот последний момент, я знаю, я всех задушу, извините, пожалуйста, просто хотел еще допомнить, что у демокрита более 50 работ было, первые из которых я сказал, да, и большинство его работ, они не про атомы, большинство его работ это про физику какой-нибудь, там, ботанику какой-нибудь, да, что-то относящееся к добродетели, к этике, к чувствам и все остальное, и к теории познания. Вот у него есть там даже про живопись, про медицину, и все остальное в разных фараметах сохранилось. Вот отвечая на ваш вопрос, у нас есть наиболее авторитетный источник в перевожении идей демокрита это Аристотель, это его физика и перевожение значит о разрушении, о созидании, о рождении и разрушении веществ. атомисты, атомисты и прежде всего демокрит, про левки по непонятно, они мыслили себе этот атом не совсем как современный атом и не совсем как стихийные элементы импедоку, там земля, воздух и вода. это учение видимо тоже вот родилось как противопоставление этим философам. Демокрит согласно Стабеи первой книги 16 главе говорит, что в природе ничего не окрашено, поскольку сами элементы тут именно элементы не атомы, они не имеют характера, бесхарактерное. Термин опоя. Ну то есть у них нет свойств. как твердые, так и пустые. Да, то есть у них нет свойств в плане их валентности, грубо говоря, то есть они не принадлежат ни к той части, ни к другой. И пустота, соответственно, которая есть небытие, но небытие в смысле не небытие в смысле того, что отсутствует в принципе, а как пустого пространства между этими элементами является важной динамической силой, и я возможно сейчас употреблю такой фолк-термин, фолк-значение усиливает, вот эта пустота усиливает энтропию. То есть помимо атомов, которые вот сейчас мы выделяем каждый штрих, чтобы понять учение Демокрита, есть атомы, их, как я понимаю, бесчисленное множество, ну, либо мы не знаем сколько, либо очень много, либо бесконечно. Эти атомы не имеют характеристик, кроме того, что они являются фундаментальными какими-то частицами, то есть они как раз-таки бесцветные, то есть ни красные, ни зеленые, ни твердые, ни мягкие, ни мокрые, ни ментальные, ни разумные, у них нет характеристик. И есть некоторая пустота. Пустоту бы я здесь, как я понимаю, можно понять чуть ли не в нашем современном смысле, в смысле пространства, в котором могут располагаться вещи. Наверное, так. Или все же под пустотой здесь что-то более глубокое, понимается? Нет, именно так. Потому что пустота более глубокая, как шунья какая-нибудь восточная, восточных атомистов. Он ее отрицал. Ну, то есть, просто вот такое физическое пространство, в котором могут располагаться атомы. Хорошо. Опять-таки, я про атомы не говорил, подождите. Тут пока просто про частицы. Тут важный момент, что у него есть очень сложная дихотомия, что ли, да, между различными свойствами. Между двумя свойствами. Первое свойство форма, второе свойство размер. он говорит, что есть атомы, то есть, буквально атомы, знаете, вот есть, ну, много слов греческих в хирургии, например, в азоктомии, да, знаете, такое слово. Вот, там тот же корень, что и в слове атом. То есть, это то, что не разрезано и невозможно разрезать. и вот эти частицы атомы размером с планеты точно так же сосуществуют в мире, как и самой мельчайшей, которую невозможно увидеть орденов взглядом каким-нибудь. Ну, то, на что были способны древние греки, по крайней мере. Так, вот тут подробнее. То есть, атом это какая-то неразрезаемая штука, то есть, ее нельзя разложить на какие-то еще более простые элементы. и вот насчет планет я что-то не совсем понял. То есть, какие-то большие небесные объекты, они являются атомами или они состоят из атомов? Он предполагал, что есть огромные небесные объекты, которые являются атомами. Они не состоят, они один огромный атом, гигантский атом. То есть, атомы разных размеров могут быть, в том числе, например, и разной формы. Ага, вот. Вот так уже понятнее. То есть, он исходил из философской мотивации математического обоснования Фалеса в отношении конусов. Он считал, что вот это все многообразие атомов выстраивается в виде конуса, поднимается наверх за счет завихрений, и наиболее крупные объекты, они где-то там в космосе. Они могут быть размерами с наш мир. Это будет атом все равно. Один единичный, неделимый. Хорошо. То есть, атомы это не обязательно самые мелкие частички, но и какие-то большие тоже могут быть атомами. Так, хорошо. Да. И еще один важный здесь аргумент, это, наверное, у Аристотеля, который приводит в пример Зенона спорящего против множественности. То есть, этот аргумент Зенона, что если теоретически можно делить материал до бесконечности, то разделение должно уничтожить вещь, должно свести эту вещь к нулю. Собственно, изначально критика Демокрита. Но так как атомы теоретически неделимы, в них нет пустоты. И только лишь пустота может свести эту вещь к нулю. Вот собственно вот это пространство заполняет исключительно промежутки между атомами, единицами атомов. Один атом, второй атом, между ними пространство. Так как расщепление у них невозможно, у атомов есть в кавычках беру, условно говоря, иммунитет к изменениям. Поэтому Демокрит постулирует еще один важный аспект этих атомов. Они не только не меняют форму, они могут сжиматься, расширяться. не могут. Они не могут. Они вечны и пребывают в своем внутреннем таком континуальном продолжительном единстве. Внутри себя, естественно, не вовне. но те, кто спорились с теорией Демокрита, говорили, что для того, чтобы происходили некие изменения в мире, чтобы происходила это, опять-таки, фоктермин энтропия, нужны перемещения материи, перемещения материи внутри атома, которую невозможно получить без промежутков. То есть, таким образом, замещая вот то самое движимое вещество, движимую сущность этих атомов. Как они перемещаются внутри этих полостей? Получается, атомы сами по себе не движутся, их что-то движет извне. Да. И, видимо, это то, что возможно назвать симпатическим притяжением. так же видимо... Оно у нас откуда берется? Это некоторое свойство самих атомов? Или это какая-то... Откуда эта сила появилась? Вот это притяжение, растяжение? Сенека в своем сочинении о физике приводит такой интересный момент у Демокрита, где Демокрит сравнивает возникновение движения как движение по улице. Вот вы идете по узкой улице, когда никого нет, вы не испытываете сопротивления, но когда высыпает толпа на улицу, тогда ваше движение совместное похоже на поток. И просто за счет того, что множество, бесконечное количество атомов, совершенно бесконечное, организуется вот в такой поток, именно за счет этого существует это движение. Они отталкиваются друг от друга и создают динамику. изначальный принцип, наличествуют в мире, но за счет того, что они наличествуют в мире, появляется это самое движение. Я вот да, примерно понял, вот есть атомы, есть пространство, они движутся, комбинируются, и они движутся за счет того, что собственно они комбинируются, но имеется ввиду друг друга, можно сказать, толкают и вот находятся вот в этом мельтешении, то есть если, грубо говоря, мы спросим, почему этот атом двинулся, потому что его толкнул другой атом, а этот атом двинулся, потому что его долгнул другой атом, и вот собственно мы упираемся в вопрос, а что тогда первопричина движения, откуда она, или этот вопрос Демокрит не ставит, не обосновывает, то есть грубо говоря, откуда вот оно пошло, движение это? Я и говорю, как оно возникает, то есть оно возникает от того, что изначально в мире очень много, то есть есть два закона, условно говоря, мы сейчас можем их принять, первый закон, что есть огромное количество атомов, бесконечное количество в разных размерах и форм, нам более близкие формы шара, говорю Демокрит, потому что мы вот нам свойственно принимать вещи за шар, есть пермедальные, есть конусообразные и так далее, а второй факт это то, что они сталкиваются и отталкиваются и создают движение, вот эти два фактора вместе и создают то самое самовозникающее, самозарождающееся движение, двигатель. Ну получается по Демокриту движение, оно эмерджентно возникает на основании просто свойств системы, что я имею ввиду, я имею ввиду, я просто в голове пытаюсь такую модель себе представить, вот пока ты объяснял вот атомы и их мельтешение, ну точнее их заданность, я себе в голове представил, что я сейчас в пейнте открыл собственно пустой лист, напечатал там огромное количество точек, между этими точками есть пространство, то есть пустота, то есть по факту мы вот имеем такую картину онтологическую, есть атомы в виде точек, большие, маленькие, там квадратные, конусообразные и прочее, и есть пустота, вот это пустое белое пространство между ними, соответственно движение возможно если один атом толкнет другой, тогда они все по итогу задвигаются, но мне кажется вот здесь собственно вообще-то нужен акт первого движения, просто потому что вот я не вижу что запускает эту систему в движение, то есть либо должен быть какой-то атом хотя бы один, который обладает свойством двигаться или движение вот просто откуда первое движение я так и не совсем понимаю, то есть я понимаю когда оно появляется что происходит это все там в мельтешение в миры превращается и так далее, а вот собственно если мы так по очереди темпорально логически будем выстраивать, то мы увидим что это все надо еще толкнуть и только потом все выстроится я бы даже сказал пользоваться терминами современной физики это не совсем эмергентность это более синергия то есть когда один эффект атома усилится другим ну на это есть уточняющий фрагмент у Аристотеля о небе третьих книгах четвертая часть Левкип и Демокрит я сейчас цитирую говорят, что ни одно не происходит от многих ни одно то есть ни один вот этот элемент не происходит от многих не из многих одно но все вещи порождаются запутыванием здесь термин такой тоже очень важный симплюке запутывание или вовлечение рассеивание симпликейн это скручивать плести запутывать и это также этот термин используется для обозначения борцов когда они в спарринге наедине то есть это такая сцепка соединения при котором значит есть вот элемент такого рассеяния когда они в мире а потом между ними порождаются вот эти связи спутывания разных частей каких-то больших каких-то маленьких возможно это все связано с разными размерами то есть конусы например они стремятся к конусам да или наоборот они стремятся к шарам и вот это запутывание постепенно влечет ну как знаете вот опять-таки борьба рестлинг оно влечет к соединению в такую цепь последовательных действий которая соединяет цепочки разных атомов и выстраивает их в такой поток композиции сложную ну я я думаю так это более понятно начальный начальный толчок он создается вот этим вот абстрактным движением они конечно не знали как где-нибудь там в космосе распределяются атомы да там как из газовых скоплений образуются звезды но вот что-то такое какая-то такая научная интуиция у них была хорошо да тут в чате собственно предлагают решение этой проблемы почему нельзя сказать что движение было всегда ну в принципе как вариант но я как понял да из логики демокрита следует что движение это как бы это вам прояснить то лучше движение это не свойство атомов а это то что возникает из отношений атомов друг к другу вот знаете как вот там фуко описывает частые различные структуры действия власти которые не имеют субъекта то есть мы выстраиваем отношения между элементами таким образом что там нет какого-то четкого закрепленного субъекта отправляющего власть и насилие а вот сама структура пространства и структура дискурса выстроена таким образом что власть между ними через отношения этих элементов распределяется то есть власть такой структурный уровень носит вот мне кажется атомы демокрита они примерно по тому же принципу работают то есть нету какого-то там или перводвижения или первопричины или главного атома который там все другие толкает а просто вот есть один атом и он ну не будет двигаться если вы выстроите вокруг него 51 атом они вот вступят в отношения там один относительно другого и начнется движение а там уже как говорится начнется вот этот рестлинг спарринг сыр-бор и прочее и мы имеем тот мир который имеем но фундаментальное как бы вот постулировал фундаментальное свойство вселенной это вот изменение непрерывное изменение которое происходит между этими атомами оно было всегда по всей видимости по его концепции и оно продолжается до сих пор и будет продолжаться вечно ну до типовой смерти вселенной конечно хотя он не мог рассчитать то есть сама пустота это не то что не то что просто бессмысленно заполняет это пространство именно эта пустота и позволяет сделать из физического небытия наличие объекта ну да потому что позволяет комбинацию делать какую-либо да да и вот это непрерывное изменение за которым можно закрепить там предикат бесконечности является основной свойством всякого динамического изменения и в конечном счете рождения и смерти всех объектов во вселенной ну пока неплохая картина конечно с некоторой долей претензий а претензия у меня знаешь какая еще возникает помимо первой причины где мы в принципе смогли разобраться как бы я не знаю отвечает ли на это сам демокрит или как-то это можно вымыслить исходя из его концепции как мы с точки зрения атомизма можем объяснить какую-то довольно высокую степень упорядоченности и рациональности и структурности нашего мира то есть если мир это всего лишь абсолютно случайное абсолютно рандомное движение атомов в пустоте то почему мы имеем такие организованные вещи мы имеем людей мы имеем растения да мы имеем закономерности повторяемости какие-то законы природы мы имеем даже там не знаю социальное образование и много-много другого то есть как бы собственно атомист объяснил то что вообще-то в мире очень много порядка как это вообще откуда появляется если все рандомно случайно и хаотично да это интересный вопрос конечно этот хаос он представляет из себя возможность возможность движения это организованное движение не сводится только к потоку там в одну или в другую сторону там есть определенные причинно-следственные связи как вот я уже упомянул пример с физикой и возникновение каких-то звезд то есть скопление газа которое формирует за счет своих причинно-следственных связей соединяясь формирует огромную звезду он говорил что это движение организовывается за счет определенного столкновения и ответ нужно искать в самом характере столкновения то есть если мы берем за основу атом и соединение этого атома в какое-то единое например человека в единое разумное целое то мы должны установить законы этого соединения которые безусловно лежат в плоскости разрешения проблем движения вот это упорядоченное движение только оно может сформировать вот что-то из ничто наверное так ну то есть мы можем обосновать вот именно определенную упорядоченность мира в силу того что в мире как я понял ну вот есть хаос да из него из его взаимодействия что-то рождается и исходя из природы вот этого взаимодействия возникает какой-то порядок то есть это не совсем случайный процесс то есть там какие-то закономерности все же присутствуют закономерности да но у него безумно сложная терминология вот симплики приводит в физике 28 главе приводит следующее мнение по поводу строения этого движения лифкип предположил что существует бесконечное количество атомов которые всегда находятся в движении и имеют бесконечное количество форм на том основании что ничто не таково более чем таково это шиза сейчас я понимаю но в греческом это звучит диатомэден малон то есть он это уютон ина то есть используя вот это слово эту формулировку умалон более чем таково и не более чем таково он пользуется общим принципом которое применяется к форме что говорит о том что сама форма это не то что там x или y а это скорее y чем x если вы понимаете о чем я то то форма и характер движения этой формы в бесконечном пространстве только за счет вот этой своей характеристики таковости придает формирование из этой формы чего-то большего вот то есть это какая-то закономерность с формой наложенной на движение но в первую очередь конечно на движение Ну, я это прокомментирую сообщением из чата. Языковые игры древних греков. Да, примерно так. Хорошо. Здесь, я думаю, тоже разобрались. Там интересный вопрос был. Да, там Омега Квазар пишет. Кого? Того. Древнегреческая философия. Тут еще момент один важный, что эти атомы, атомный синтез такой, знаете, был возможен для поздних атомистов. То есть они как-то перерабатывали его теорию, пытались как-то додумать, считая, что вот этот контакт, первоначальный, изначальный контакт одного атома с другим мог повлиять слияние. И за счет этого пустота здесь играла формирующую роль, потому что пустота не имеет такого свойства, как там, не знаю, липкость, влажность или еще чего-то. И атомы могли спокойно сливаться в конструкцию. То есть таким образом переставая быть неделимыми в момент синтеза. Синтеза. Вот. Это о мужских ягодицах, а не о структуре Вселенной. Понимаешь, мужские ягодицы – это элемент Вселенной, который тоже имеет структуру. Поэтому в каком-то смысле, говоря об одном, мы говорим и о другом тоже. Именно в этом и суть метафизических картин мира. Они охватывают и мужские ягодицы, и структуру Вселенной. Я бы хотел такой вопрос задать, вот, собственно, дальше, идя по атомистам, там как раз в чате это спрашивали. Демокрит, он атеист? Нормальный мужик вообще? Или как? Вот, кстати, да, раз он такой весь атомист. Атомы, я как понимаю, это не стихии. Вот, кстати, можно ли сказать, что они физические, то есть в нашем современном смысле? Ну, или хотя бы материальные, или это что-то наподобие, там, пифагорейских чисел, или платоновских форм, или Демокрит вообще не мыслит в этих рамках. То есть, первое, хочу узнать онтологический статус атомов, и второе, хочу узнать, собственно, о природе богов. Что там с богами, они существуют или нет у Демокрита? Онтологический смысл атомов в каком смысле? Онтологический статус атомов, ну, то есть, это абстрактные объекты, идеи, формы, физические объекты, стихии. Ну, физические объекты, безусловно, да. То есть, это тело. Там два термина, да, сарка, вот термин для тела, телесный объект, он существует. Вне телесный объект — это пространство между телом и другим телом. Там, соответственно, вот это тело есть, и небытия как такового, вот, и полной пустотности не существует. Его боги — это его философские собственные боги, то есть, это объекты, которые можно изучить. Душа, там, и посмертие, да, и некие сущности, которые решают, там, судьбы мира, например. Это все объекты физического мира, это такой буквально грубый материализм, ламитризм какой-нибудь. Есть сферы более тонкие, например, как горящая пневма, они тоже состоят из западного, безусловно. Есть сферы, там, тончайшие, которыми пронизано все. И его боги находятся здесь, и они нетрансцендентные, они познаваемые, они изучаемые. И это все, как бы, философские боги, которыми можно назвать все, что угодно. То есть, говоря словами Сенеки, кто везде, тот нигде, соответственно, Демокрит был атеистом. Ну, как и, собственно, атеисты в Индии, да, те же самые представители атомической школы. Материалисты вроде, там, Чарваки, да, или Лакаяты, то же самое. То есть, вот материальное, полное материальное, грубое материальное объяснение мира позволяло ему создать особую концепцию, в рамках которой он назначал себе богов, выдумывал себе богов и обосновывал каждый этический принцип существованием движения атомов своей физикой. Недаром было такое представление о смеющемся Демокрите и плачущем Гераклите. То есть, Гераклит, философ совсем другого уровня, да, он оплакивал человечество и каждому сочувствовал. А Демокрит, радостный, смеющийся над своими врагами, он потешался вот глупостью людей и считал, что вот каждый философ, который не понимает строение Вселенной с помощью созидания атомов, он идиот. Ну, идиот в греческом смысле, то есть, на периферии общества, да, бывает и такое. Но это, кстати, интересно, да? Здесь, кстати, мы переходим вот как раз-таки к эпистемологической и этической проблематике Демокрита. То есть, мы поняли, что боги, бессмертная душа и прочее, оно либо состоит из атомов и тоже является физическим телом, ну, либо его просто не существует, либо существует так, как сказал Демокрит. Да, самое смешное, что вот атомист Демокрит, он мог там выдумывать богов, говоря, что они там физические и так далее. Интересно, кто-нибудь просил этих физических богов у него проверифицировать, раз они физические, наверное, на них можно указать. Но это ладно, про религиозные предпочтения и философию религии Демокрита мы обсудили. Вот, собственно, этика, да, нормативная теория, откуда она у него следует и можем ли мы говорить, что там есть какая-то хотя бы простая нормативная система? То есть, что такое хорошо, что такое плохо, что такое благо для вот такого атомиста, откуда оно вообще появляется, откуда следует? Алло, алло, слышно? Так, извиняюсь, мне тут на ум, знаете, пришло немножко другое обоснование, что вот это учение об атомах и о таком банальном механицизме, материализме, оно являлось триггером для развития других сфер философии, которые не касались физики, потому что это довольно сложная, опровержимая вещь. И это очень похоже на ситуацию с Гассенди, да, который занимался атомами своей теорией атомов, исследователь французский. И вроде как, чьи сочинения там чуть ли не были сожжены в 626 году в Апстону. То есть, отсутствие вот этого прямого логического доказательства ошибочности теории атомов приводило вот многих философов, в частности того же Аристотеля, в замешательство. Да, и вот эта причинность тоже совершенно непонятная, она как раз служила триггером развития науки того времени. Да, и, значит, переходя к его эпистемологии, как это приводит вот Плутарх в своем сочинении по защите философов. Его проблема, самое главное, это решение вопросов движения. У Демокрита вроде как было две позиции на этот счет, что с одной стороны есть аспект предельно познаваемый, то есть то, что можно достичь до самого предела своим, постичь до самого предела своим умом, а есть некий аспект, касающийся принципиальной непознаваемости, который он в своих работах и в своем учении не разбирал. Некоторые качества, которые позволяют философу постичь реальность, он складывал в материальную обоснованность того, что человек вообще в принципе способен на мышление. Если у философа или у банального простого человека, ученика-философа, например, есть тенденция и возможность к мышлению, значит, у него есть возможность познать его теорию. То есть его теория, она принципиально познаваема. Но что касается аспекта чувств, то есть работы эмпирики, здесь он, как справедливо приводит Деген Верцкий, сомневался в том, что наша характеристика вот этого феномена является истиной. Непонятно, было ли у него четкое развлечение между нашим прототипом кантовского-кантианского ноумена и феномена, но, по всей видимости, для него был какой-то предмет как предмет сам по себе, как вещь себе. Сложно сказать, чем конкретно отличается эмпирический способ обоснования теоретической базы, но он отмечал следующие характеристики. Это характеристика чувств цвета, звука, вкуса, запаха, которые позволяют изучить свойства атомов в данном конкретном чувственном аспекте. Но при этом сами атомы не характеризуются вот этими качествами, они скорее сами по себе. То есть это не доведение до атомарной структуры, это уже изучение сформированного скелета, состоящего из атомов, который на его момент, он сам это говорил, было невозможно постичь. У него была теория обоснования по соответствиям. То есть сладкий, например, вкус, он отличается и называется таким, потому что он не горький. То есть релятивизм такой, да, но по отношению к... Условно горячий, условно холодный и так далее, условно цветной. Но в итоге все это сводится к атомам и пустоте, для чего, соответственно, органам чувств очень далеко до достижения. Реальность вещей обосновывается с помощью причинных процессов, потому что атомы складываются в некий сложный конструкт, и причинность, выяснение причин, обоснование причин, которые уже выяснены, легло в основу вот его обоснование, изучение, наблюдение за свойствами чувств. То есть тут такой мостик в психологию даже есть? Ну, в психологию, в таком классическом понимании, теории о том, души, эмоций и чувствах? Ну, безусловно, да. То есть очень похоже даже отчасти на аккантское представление, что мы создаем свой мир для, например, он говорит, если расположить объект определенным образом на определенном свете, то он будет выглядеть соответствующим образом, со соответствующим свойством, например, красным. Это такая вот пленка, такой нанос, природный нанос на атомы, который формирует их свойства, например, для глаза. Также это формирует свойства для ухопа. И всякий раз это все отображается, ну, так или иначе, в нашем мышлении. Ну, прямо он это не выражал, но, видимо, из его слов это следует именно так. Ну, мышление тоже такое чисто атомный физический процесс происходящий. Я не знаю, Демокрит знал про работу мозга, но где-то в организме человека. Да, 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 и безусловно, безусловно, он отделял, то есть когнитивно отделял сам предмет от реальности. У него это есть в фрагменте, цитируемый Аристотелем, Б6. То есть человек должен знать, что он предельно удален от реальности. Человек не может знать, как дело обстоит на самом деле, это невозможно. Ну, да, кстати, это действительно в нашем смысле немного вот кантом отдает, то есть есть какая-то реальность сама по себе. Ну, Демокрит о ней довольно много говорит, то, что это атомы и пустота, вот, и их комбинации. Но из-за того, что мы находимся на таком уровне организации этой реальности, что мы не видим, не наблюдаем, не воспринимаем самые базовые, вот эти частицы самые мельчайшие, мы только какие-то там, не знаю, непонятные уже их рекомбинации видим, да, конкретные вещи, предметы, звуки, то реальность, она в каком-то смысле нам не совсем доступна. То есть мы о ней можем только помыслить, но обнаружить не совсем. То есть, да, действительно, это интересно в том смысле, что это вроде физикалистичная метафизика, но при этом эпистемологически недоступная. Ну, потенциально доступная, но для времен Демокрита недоступная, потому что он не знал там ни про телескопы, ни про микроскопы. Хотя, вот, тут, да, такой вопрос встает у Демокрита, собственно, если у нас будут довольно мощные приборы, то можем ли мы опровергнуть его теорию? Потому что, ну, современная физика, она совсем не похожа на атомы и пустоты. Там очень много всего, там элементарные частицы, поля, силы, какие-то там непонятные бозоны, струны, много всего на свете. То есть в этом плане, если уж атомизм претендует на физическую модель мира, то, конечно, она во многом ложная. Ну, сейчас, очевидно, а для того времени, как понимаю, очень даже неплохо было и интересно. Да, и, ну, то есть у него была некая догма в его школе, которая говорила о том, что утверждение, что там красная вещь стоит на столе, оно принципиально недоказуемо. Но при этом он также испытывал влияние некого скептического учения, утверждая, что у нас вообще нет никаких инструментов для того, чтобы познать мир. То есть мир принципиально непознаваем. Отчасти мы можем познать какой-то элемент, вот с стагматической точки зрения, с точки зрения его учения, а с другой точки зрения мир принципиально непознаваем. То есть как вещь в себе, какой-то элемент этого мира, как вещь в себе. Ну да, действительно, такое серьезное влияние скептической школы наблюдается здесь. А вот если говорить про его нормативные взгляды, там что-то у него есть? То есть вот таких три элемента можно проследить. Есть чистое знание, безумное абсолютно, как он считал, знание ученых, мудрецов. Есть чувство, есть подлинное знание. И между ними есть интеллект, который обеспечивает взаимосвязь этих трех явлений. Вот так. То есть интеллект, он такую функцию, как правильно сказать-то лучше, связки играет здесь, он их соединяет для того, чтобы интерпретировать. Он организует их взаимодействие. Но первый элемент вот этого чистого знания, то есть акусм, который приходит без обоснования, без подтверждения органами чувств, он вообще презирал. И считал, что каждый элемент вот этого вот акусма надо проверить. Да, и говоря про нормативную часть, про этику, большую часть его этического учения сохранил Стабей, философ пятого века. Нашей эры. Нашей эры, да. Соответственно, у него несколько вопросов, которые его интересовали. Материалы в основном организованы по принципу взаимоотношения или больше или меньше связанности с его физическим учением, потому что это была основа. Как следует жить? Вопрос Сократа. Или как следует вести правильную жизнь? На этот вопрос демократа отвечает веселостью или с помощью благополучия. То есть для него есть такой эпикурейский поздний элемент состояния человека, в котором он не испытывает страданий. Это безмятежное состояние мыслителя, который познает мир, наслаждается жизнью и познает его во всех формах. То есть и чувственно, и с помощью интеллекта. Но чувства в эмпирике для него, видимо, имели большее значение. Также для него, ну сам Сократ вообще, кроме того, что он прожил 90 лет и был смущимся ученым, он еще и презирал, если тут брака. То есть он ненавидел женщин, он был бензогинистом, осуждаю. Неодобряем, да. Да, он считал, что женщина отвлекает мужчину от великих дел. И тот мужчина, который слушает женщину, он является рабом самого худшего и жестокого господина. Ну, кстати, да, это такое довольно популярное представление вообще для, я не знаю, насколько для античности, но для средневековья уж точно. Потому что вот, да, женщина воспринималась средневековье как некоторый такой материальный принцип, который отвлекает тебя от спасения, от царства небесного, от нормальной молитвы и от духовной жизни. То есть, я как понимаю, вот это представление демокритовское, женское, о женщинах, оно какой-то такой вот общекультурной повесткой являлось для Запада очень долгое время. Ну, я думаю, что те культурные повестки и предпосылки были скорее из Абеляровской школы. Ну, я не знаю, просто сама вот эта вот спутница жизни Абеляра говорила, что зачем ты хочешь как-то связать жизнь с одной женщиной, когда великие умы всегда открыты многим женщинам. И ни одна женщина еще не приводила великого мужчину к счастью. Это именно философское. А христианство здесь и так прослеживается. Да, пишут в чате, достойный представитель шуе. Ну, понимаете, в древние времена понятие шуе, оно было немножко другим. Все было не разделено. Да, то есть еще обычный человек, интеллектуал от шизофреника не отделился. И в этом плане, это сейчас для нас очевидно, что он материалист, марксист, шуе, де лёзы читал и так далее. Но он об этом не знал. Это мы постфактум уже на него навешиваем ярлыки для удобства. Хорошо. Итак, нормативная теория. Да. Итого, у него, получается, было что-то наподобие? Ну, тебе надо жить как настоящий мужик, а то что ты как лох. Или нет? Нет, не как настоящий мужик. Про него есть разные легенды, анекдоты, как и про многих великих людей. И считается, что на старости лет, 83 года, он себя слепил, как Эдип. Потому что, мол, говорит он, я не могу больше видеть глупость людей, смотреть на людские пороки. У него было также ещё и понятие стыда некого. Знаете, вот у Дотца было общество стыда, общество вины. Соответственно, общество стыда – это когда ты стесняешься перед окружающими что-то и сделаешь что-то не то. И поэтому ты хочешь, чтобы слава тебе жила в веках. А общество вины – это христианское общество, где тебе нужно персонально пристыдить себя перед Богом и перед Богом же вымолить прощение. И он педалировал, Демокрит, то, что передаёт Симплики, он педалировал ещё и на совесть. У достойного человека, у мыслителя, должна быть совесть, которой, как компас, он следует в своих каждодневных событиях. Эта совесть, она формирует мотивацию и сорганизует со всеми остальными чувствами, движениями и эмоциями вот это чувство стыда. Но при этом это не совсем то, что, можно было бы сказать, забота о том, что о тебе подумают другие. Это скорее стыд перед самим собой. То есть, некая форма таких моральных предписаний и санкций. Ну, то есть, да, он говорит, получается, если и говорит об этическом дискурсе, то не в контексте правильного поступка, теории действия, теории правильной добродетельной личности, а в теории вот такой, то, что в современности называется моральная психология. То есть, у нас есть некоторая эмоция, да, она носит психологический характер, он называет ее совесть, ну и, соответственно, у кого хорошая совесть, он понимает, что такое там благо и как ему поступать правильно. У кого с этой совестью беды и непонимания, тот, судя по всему, не очень-то и хороший человек. Или я здесь что-то у него искажаю? Да, как-то так. И учитывая, что он был эгоистом, то есть, очевидно, он формировал этот дискурс вокруг себя и мог говорить только за себя, потому что чужая душа потемка. Ну, не то, что это фиософский зомби, это скорее просто недостаток эмпирики, в принципе, трудно познать другого человека. Есть проблема, которой он посвящает довольно значительное время со своими учениками, потому что если ты эгоист, то почему другой человек должен тебя слушать? Логически, если на первое место ставится эгоистическое чувство, то как объяснить, как передать человеку, как позволить другому человеку принять эту информацию? Без соответствующего личного интереса. А это, говорит Демокрит, осуществляется за счет общепринятых моральных заповедей, которые лежат вот это в способе передачи, в способе команды от твоего мозга, или, условно говоря, от твоего внутреннего «я», тебе через вот эту санкцию моральную. Которая устанавливается обществом. Ну, в обществе существует как норматив. Да. Ну, я как эксперт в метаэтике, ну как, я как исследователь метаэтики скажу, что, судя по всему, его метаэтические взгляды включают в себя культурный субъективизм. То есть моральные факты есть, но они зависят от культуры. Да, номос, то, что называлось. Условность или закон, или номос. Вот, культурный и конкретный. Так, отлично. У нас что-то еще по Демокриту есть? Потому что, если нет, то я бы по чуть-чуть переходил к чтению чата. Тут вроде есть интересные вопросы. По Демокриту, да, еще немножко про его вот эту вот различность с другими атомистами и с самим Левкипом. Потому что многие приписывают Демокриту или Левкипу то, что они не говорили. Демокрит и Левкип были несколько различны в понимании самого атома, потому что Левкип считал, что атом неделим из-за малого размера, а Демокрит говорил, что его нельзя раздробить на части. То есть в этом атомисты разных направлений расходятся. Атом, вот опять-таки, как мы сказали, не разрезаем и отличается твердостью, которую нельзя перебороть. При этом у Левкипа атом можно соединить и, по всей видимости, атомарная структура представляла у себя некую магнитическую цепочку. То есть электромагнитные или какие-то такие взаимодействия между ними происходили. Но это все намеками, это вообще не относится, на самом деле, к атомизму. Это больше относится к писателям, которые так предполагали. По крайней мере, у Демокрита это все артикулировано. У Демокрита пространство само несколько сложнее, чем у Левкипа. И оно представляет из себя нереальность. То есть УКН, которая обладает элементами взаимодействия. То есть атомами. А, соответственно, Левкип это себе мыслил как подлинно существующее пространство, заполненное пустотой, которая была реальностью. В котором существует, соответственно, вот это вот магнитическое, в кавычках, движение. Это или просто пустота Кенон, или место Топос. И философия Демокрита, она всеобъемлющая. Она охватывает очень многие элементы жизни человека. Она и в этике, она и повсюду. А Левкип занимался исключительно атомистикой. Да, вот, наверное, так можно еще разграничить этих разных людей. Ну и, соответственно, пару слов, можно сказать, про атомистов, их наследников. Демокрит обосновал школу, в которой родились замечательные атомисты будущих поколений. Это Митродор Хиоский, Анаксарх, Гикотей, которые в большей части использовали его философию, его физику для формирования будущей перипатетики. Отчасти они повлияли также и на развитие стойков. Ну, моральная часть была развита больше, вот того же Нанавсифана, она развивалась как элемент цельного учения об защите логических аргументов. То есть физика, ее непреложная сила с помощью аргументации позволяла вывести идеальную модель этики. И, ну, на последних стадиях уже, к временам Эпикура, его учение полностью выродилось в некое такое вот этическое, материалистическое учение, соединившись потом с Эпикуром, с гедонизмом и так далее. Хотя вот сам Эпикур, как мы вначале говорили, очень его не любил. Ну да, Эпикур, Эпикур вообще интересный мыслитель, то есть такой чистый вроде как физикалист, но при этом у него, как я понимаю, вот как мы увидели, немного другой взгляд на богов, в отличие от Демокрита. Они все же по Эпикуру есть, но имеют там определенную природу, как вот беспристрастность, насколько я помню. Афюстры и менус. Тупо чилят на небесах, отдыхают, никому не мешают, в том числе себе. И, соответственно, да, вот эта вот этика гедонизма, да, из которой потом выродится, появится этика утилитаризма, одна из самых современных и самых популярных нормативных этических систем, которые по факту являются просто развитием гедонистических идей того же Эпикура и других мыслителей подобного рода. То есть в этом плане, да, Эпикур интересен. Ну и, наверное, он один из первых вот эти размышления о смерти поднял. Я вот не помню, у кого-то было вообще похоже, помимо Эпикура, о том, что смерть, она нам просто недоступна вообще ни в каком виде. Когда-то есть смерти и нет, когда смерти есть тебя нет. Да-да-да, то есть смерть это то, что то, с чем ты не встретишься, то есть в каком-то смысле смерти действительно для тебя не существует, что очень забавно. Хотя если почитать какую-нибудь философию Хайдеггера, почитать, как экзистирует дозайн у него, как он проводит аналитику, то, наверное, смерть и время, ну точнее время, наверное, как условие перед смертью, это вообще все, что есть для этого дозайна и то, что определяет его таким, какой он есть. То есть в каком-то смысле смерть, она, ее вроде нет, ты ее не встретишь, но это единственная штука, которой нет, которая тебя определяет, как таковой ты есть. Вот что такое континентальная философия. То, чего нет, влияет на тебя больше, чем что-либо. И это интересно. Хорошо, я тут вот несколько вопросов из чата выцепил. Хотелось бы узнать про гостя. Кто такой? Чем знаменит? Слушайте, ну, стараюсь быть скромным, так что особо сказать-то нечего. Да, можно, можно. Если что, я не философ, надо было сразу рассказать. Я историк-архивист, чувствую историк-архив в институте в Москве. У меня работа больше по античности, связанная с источниками. То есть работа с источниками, работа с архивами какими-то, публикациями, с палеографией. Знаменит, наверное, тем, что было много самих стримов с такими интересными людьми, как Андрей Леван. Ну, не знаю, там, с Жмельевским, с Кабочи Привести. С тем же Николайом Росом, который у вас недавно на канале был. Так вот у нас свой канал, который посвящен по большей части искусству и истории. Вот, да, если что, подписывайтесь. Ссылка вроде как рабочая есть в описании. Если побилось, то я потом ее поменяю. Так, следующий вопрос. Ну, это, наверное, комментарий даже. Вот персы, норм пацаны были, пока всякими религиями не заболели. Ну, я не эксперт в Персии. Я не знаю, являешься ли ты экспертом в Персии. Но, по-моему, у Персов там всегда какая-то религиозность была, то есть... Слушайте, да, Андрей, я извиняюсь. Вы напишите, знаете, кому? Пони-радио. Вот это настоящий интересный человек, который мог бы вам рассказать про Восток и про религии. Я думаю, что всем здесь присутствующим было бы тоже интересно. Он как-то вроде в последнее время так не особо упускает, но попробуйте с ним как-то связаться, договориться. Это вообще было бы супер. Я смотрел какую-то часть видосов на Пони-радио по как раз-таки религии. Там религиоведческий у них был плейлист. У них очень много плейлистов, что довольно интересно. Они в таком лайтовом виде рассказывают интересные вещи. Ну, если на контакт выходит человек, то я бы с удовольствием, конечно, пригласил, потому что why not, why not, интересный контент. Это нужно воспроизводить. Перцы, насколько я знаю, из моей специализации в древности перцы были примерно такими же ребятами, как они были и в классическое время в античности. То, что случилось в авионском царстве, в старом авионском царстве, перевороты, перетрубации шумеракадскими всякими диспутами на тему богов, не особо-то отличалось от того, что было потом. Из-за авиастризма не привнес в это никакой такой свежей нотки. Знаете, по-моему, продолжилось то же самое. Просто в один момент по Иперии скакали такие янычары, большие бузуки, с большими саблями, которые резали головы людей, которые не соблюдали заповеди Ахура Мазда. Это действительно. Но это не особо влияло. Мне кажется, даже сам Александр, завоевавший Персию, он-то и тоже не против всех этих восточных течений. А потом помните, что случилось в Римской империи, когда туда попал Митра, попали всякие восточные матери, Элогобалы, Иисус и Христы тоже попали туда. Но вы понимаете. Мимо проходили, да, так случайненько попали. Это интересно. Да, про Персов. Все нормально с Персами, там как все было, так и осталось, может быть, даже до современности. Задавайте, если что, свои вопросы из чата. Сейчас мы пройдемся по старым, и потом перейдем к новым вопросам из чата. Так что ваше время пришло. И всем привет, кто подошел. Можно отобразить атом в понятиях? Это все? Да, я так думаю. То есть, понятие, наверное, имеется в виду, то есть выделить какие-то необходимые, достаточные условия, свойства этого объекта. Ну, мы что-то, судя по Демокриту, он что-то выделяет, но в принципе атомы, они во многом эпистемологически недоступны. То есть, кроме того, что это какие-то базовые физические элементы реальности, находящиеся в пустоте разных форм и движущиеся, наверное, мы ничего-то и не знаем больше. Знаете, в чем самая большая проблема? В всей видимости в его сочинении о природе был его приход к этой теории, и как он в итоге пришел к тому, что атомы есть. Ну, я не думаю, что он из Индии это все подрезал. Скорее всего, у него была такая концепция, что вначале представил себе возможность существования некого сложного объекта, начиненного маленькими элементами, потому что после смерти тела, например, распадается на разные элементы, все распадается, там есть эрозия почв, которая в Греции тоже была значительной. Соответственно, раз все изменяется, значит, есть, но при этом ничего не разрушается тотально, значит, есть некие элементы, которые пересоздают эту реальность в физическом плане, просто мы ее не можем достаточно точно оттестировать. Эта реальность представляет нам некие опосредованные доказательства того, что атомы могут складываться в большие и сложные структуры. Эти сложные структуры он взял за эмпирическую данность, и из этой эмпирической данности он вычинил свойства этой структуры, а именно неразрезаемость, вечность и движение. То есть изначально вот это вот за счет скопления, да, вот так уж получается за счет скопления это движение без всякого перводвигателя. И вот так, наверное, к этому он и пришел. Вот такое есть свойство атома. То есть фундаментарность, свойство Вселенной, движение и неделимость атома. Ну вот, получается, какое-то понятие дать атому можно. Следующий вопрос. Интересно было бы узнать, у кого из греков и будущих философов вплоть до современности больше всего пригорало от Демокрита? Ну, из современности, мне кажется, наоборот, оттуда очень много подчеркнули, особенно атомисты. Даже вот если про наше почвенческое такое, Михаил Васильевич Уманосов, он тоже про атомы-то писал по Демокриту во многом. То есть был знаком с Демокритом, его учением об атомах. Карл Маркс, у него вроде диссертация была по этим атомистам. Да, да. Если вы посмотрите советские издания, кстати, не советую, то там вначале говорится про ведущую роль материализма в Древней Греции, насколько это важно. Да, да. Материалисты, атеисты. То есть на Гегеле, наверное, тоже с его потрясающей теорией появления религии тоже повлияло, потому что отчасти там есть формирование от простого к сложному и так далее. Потом есть такой философ Гоббс со своей идеей «Война всех против всех». Демокрит писал, что в одном из своих сочинений, что изначальности мира и формирование первых языков представляло из себя «Войну всех против всех». Ну, точнее, там даже про животных было, не про людей, но тоже было прям прямыми словами по цитате Цицерона. У Гоббса я бы еще добавил не только вот концепция естественного состояния, соответственно, сходятся как «Война всех против всех», но и, в принципе, Гоббсовская механистическая метафизика, потому что у Гоббса все, что существует, это тела, ну, то есть физические какие-то штуки, в том числе и государство, в том числе и левиафан, ну и в каком-то смысле это что-то типа атомизма. Хорошо. А у кого пригорало? Пригорало у Аристотеля, безусловно, критиковало Платона тоже. Платон. Да, ну, уже очень хотел, совсем буквально пригорало. Из античных римских есть таксографы стоические, Сенека и Марка Аврелий. Да, тоже не нравилось, не нравилось. Ну да, стойкам как-то не совсем по кайфу с демокритами тусить всякими, кто это, кто это вообще, ну, в смысле с атомистами. Ну, у стойков, кстати, интересная, на мой взгляд, довольно и антологическая картина, и, кстати, стойки довольно интересно разноработали логику, что, кстати, часто забывают, то есть стойки там сделали очень важные такие открытия, которые даже... Да, да, в риторике, в логике, которые даже сейчас уже в современной логике там используются. Я, к сожалению, их забыл неожиданно, когда воспроизводил мысль, но я, если прочитаю литературу, то вспомню. Следующий вопрос. Вот тут вот что-то интересное. Боги Эпикура — это достаточно развитые инопланетяне? Ну, кстати, да, это интересная концепция, то есть, ну, по факту они где-то там далеко живут, они физические, и они настолько развитые, что просто занимаются... Чем они там занимаются? Самолюбованием или самомышлением? Созерцанием, рефлексией, как я понимаю. Ну, мышлением. В каком-то смысле, да, то есть боги Эпикура — это какие-то такие вот понтовые инопланетяне, которые мыслят сами себя. Почему бы и нет? Ну, и их познание — это тоже очевидно, то есть, очевидный факт, что они познаваемы. Да. У Эпикура достаточно скромное понятие удовольствия. Ну, кстати, я не помню, насколько Эпикур проясняет, что он имеет в виду под удовольствиями. Он, по-моему, это вводит как базовые посылки, то есть нам надо действовать так, чтобы уменьшать количество страданий и несчастья и увеличивать количество удовольствий. Ну, или если не увеличивать, то просто уменьшать страдания, потому что сам Эпикур, он то, что называется апофатический гедонист. То есть он считает, что нам скорее не нужно максимизировать удовольствие, а нужно уменьшать страдания. Акцент делается именно на отрицательную сторону. Кстати, да, ты какое там слово в оригинале используется, если знаешь у Эпикура вот в плане удовольствия? Да, то есть если такой вот греческий, этим аэдонический. Ну, аэдонон, наверное. Ну, как и в своей гедонии. А вот если его как-то раскрывать на греческий лата, вот как-то можно его пошире для русских людей, чтобы они понимали, что имелось в виду? Ну, грубо говоря, это изначально школьное, вот их школьное, это получение удовольствия, чувственное восприятие, наслаждение. То есть эдонэ – это как бы то, что даруется нам от мира чувств в мир наших чувственных наслаждений. А это соотносится, опять-таки, с очень важным термином «офюстеременос», что значит непредвзятость и спокойствие души, которая не должна была колыхаться никакими негативными чувствами и эмпирикой, которые поступали к нам. То есть соотнести свой разум, как бы свое чувственное удовольствие вот с таким вот приятным получением наслаждений. Это как, знаете, у Мишеля Монтенни в первой книге он говорит, а вы что думаете, что жизнь нужна для того, чтобы получать страдания? Нет, жизнь нужна для того, чтобы получать удовольствие. Вот, то есть он так ставит эту проблему сразу изначально. Чувство, что есть, это факт. Значит, нужно получать удовольствие. Это да, я замечал, что это вообще основной такой базовый и магистральный тип аргументации как уделитаризма, так и гедонизма. Они просто начинают с того, что биология, психология, телесность человека устроена так, что он чувствует удовольствие и страдания. Ну и все, и давайте ориентироваться на это. То есть выстраивать этику, политику на основании вот этого естественного абсолютно физического принципа. Там, конечно, много критики. То есть, что начали, ставим какую-то садлась базовую. Тут единственное, что они встречаются с гильотиной Юма, и им надо преодолевать ее как-то. У утилитаристов, по-моему... У утилитаристов оно либо не преодолевается, то есть просто вводится отдельная посылка, долженствование о том, что нужно максимизировать счастье людей. Максимальное счастье для максимального количества людей, это не выводится из сущего, оно просто как должное постулируется, и все. А вот у гидонистов уже посложнее, потому что гидонисты, они начинают с того, что мы как бы чувствуем удовольствие и страдания, и поэтому нам должно поступать так, чтобы увеличивать удовольствие. Вот это уже прямой вывод из сущего должного, и тут нужно как-то это обосновывать, как-то обходить гильотину Юма, иначе будут проблемы. Эль проблема. Хорошо, вот тут интересно. Да, и безусловно, это еще соотносится с понятием счастья, я удайму не. Потому что счастье, оно не совсем выводится из чувств, оно скорее рождается из атораксии, из отнесения наших чувственных потребностей аксиологических с тем, что мы представляем из себя в этом мире. То есть буквально, если так сводить это к простоте, то нет свободы личной, есть только одна свобода. На и внешнее, и внутреннее нельзя быть свободным рабом. То есть в душе. Аргумент. У стойков, кстати, можно быть свободным рабом, потому что ты можешь родиться рабом, но ты можешь действовать добродетельно и поступать всегда правильно, и ты в этом плане будешь реализовывать свою этическую свободу. Ну, стойки, я напомню, один из стойков был рабом, вольно отпущенным, поэтому стойцизм — это такая очень эголитарная религия, ну, не религия, философия, учения, плюс в стойцизме есть еще космополитизм, то есть это еще один такой логический шаг к эголитаризму, что, в принципе, круто. Да еще у кинников есть. Да, да, кинники вообще замечательные. Жаль, тексты не дошли. Мне иногда кажется, что вот подобные течения, типа кинников, типа хиппи в Америке, то есть которые вот ратуют за какую-то естественность, антицивилизационность, вот они почему-то забывают написать какую-то доктрину своего учения. То есть я, конечно, понимаю, лучше показать действием, делом, в чем заключается твоя философия, но знаете, один философский трактат, который прояснит базовые положения вашей системы, он явно не будет лишним. И если бы хотя бы один кинник написал, что такое кинизм, а не просто, сами понимаете, что делал на площади, возможно было бы больше последователей, поэтому позаботьтесь о будущем своих идей, если собираетесь заниматься. Это сократическая тема не записывать. А вообще так писали минипу, даже есть такая минипула сатира, знаете, ну вот что-то обличающее такое вот киническое. И Кратет тоже писал, от него сохранилось там. Именно философские трактаты или просто письменные? Да-да-да, просто они в виде стихов, нет, они в виде стихов, но они философские. Окей, ну хоть что-то, я просто с ними не был знаком, это круто. Уже лучше, чем ничего. Вот, интересный вопрос, это вопрос к вашей специализации. Мне интересно, является, а, мне интересно, вопрос к гостю. Является ли история наукой? Да, я думаю, а как же иначе? У науки есть свой метод определенный. В рамках этого метода она работает. Да, это, может быть, не совсем соотносится с реальностью физики, да? Но, тем не менее, есть разные дисциплины, есть разные подходы. Вот, скажем, количественные методы его источниковедения или компаративное источниковедение. Есть метрология, хронология, полиография, которые довольно точно и довольно точно определяют с помощью своих методов факты. Она, соответственно, с твоей точки зрения, только методом характеризуется или еще что-то нужно? Ну, в гумитарной специализации, да, только методом. Вот хороший метод, плохой метод. Ну, если вот строго говорить, то так-то наука только одна, это физика, а все остальное это собирание марок. Ну, да, тут на самом деле нужно спрашивать. В каком смысле наука? То есть, на мой взгляд, наука – это любая институциональная деятельность, которая имеет свой предмет, свой объект и обосновывает свои суждения. Ну, и тогда философия – это наука. Ничего против не имею. Вот, физика, она обосновывает свои высказывания. Например, там, Вселенной 13 с чем-то миллиардов лет. Обоснованное высказывание. И в философии есть какое-нибудь высказывание. Например, моральный реализм – одна из лучших теорий, объясняющих моральную реальность. Вот, и тоже как-то оно обосновывается. Ну, чем вам не наука? В принципе, нормально. Ну, и теология тоже наука, если что. Я с этим буду совсем согласен. Следующий вопрос. Не надоедает в архиве офисным планктоном сидеть на нищенской зарплате? Можно не отвечать, в принципе, не быдлогопцы. Зачем ты его так сразу? Мне понравилось. Не-не-не, мне понравилось. Но, учитывая, что я в архиве уже давно не работаю. Ну, я давно не работаю, два года. Не, на самом деле, в этом есть свое какое-то прелестное очарование, знаете, копейки и все остальное. Просто ты, скорее, наоборот, отделен от коллектива, от общества. На тебя никто не влияет. Ты сидишь себе спокойно у себя, там, приобряешь каталоги и составляешь в описи каких-то документов и все. Особенно, если, знаете, интересный документ. Там вот у нас был документ, по-моему, в РГАДА 17 века или чуть пораньше, скоро писем написан. И там к документу прилагался отрезанный палец. Ну, как доказательство, знаете, прикладывает тогда печать. Вот, тоже смешно было. Отрезанный палец, да. Ну, и там у всяких. Вкусно бывает. Не, в архиве, на самом деле, интересно, как и в библиотеке, как и вообще в подобных заведениях. Мне кажется, там нормально работать, даже если тебе вообще не платят, потому что там есть чем заняться. Вот, а если вы хотите зарабатывать деньги, то становитесь рэперами. Вот они там за один трек очень много зарабатывают, поэтому если вы хотите найти денег, вы идите туда, где деньги, в рэп, а не вот куда-то там в науку, еще куда-то. Наука, она для души, для развития, для интеллектуального созерцания, для развития и улучшения себя как личности, а деньги это в рэпе, так, ну или в бизнесе, будем уже поточнее говорить. Как гость относится к религии? Не уточняется к какой? Да, нейтрально. Я бы не называл себя атеистом, но я и не называл бы себя верующим, и даже не называл бы себя гностиком. То есть религии, они являются сущностной частью моего мировоззрения. Я не думаю ни о Боге, ни о религиозных вещах, сакральном и так далее. При этом я вполне себе представляю, как выглядит сакральное чувство или чувство единения с Богом, экзальтация, как она, например, у Фиона Александрийского описана. То есть религиозные чувства в плане наивысшей точки соприкосновения с объектом своей любви или познания, у кого как, у разных религиозных людей по-разному, я принимаю, да, очень хорошо. Ничего против не имею. Не хейтер религии, короче. Да, я скорее наоборот, я хейтер атеистов, потому что они теряют огромную прослойку религиозной жизни, которая наполняет вообще человека смыслом, интересом, новыми чувствами, эмоциями и многим-многим другим. Поэтому атеисты — это люди, которые сознательно отказываются от огромного количества интересных приключений, от религиозного опыта. А это, на мой взгляд, немного... Не то чтобы это глупо, это просто скучно. То есть эти люди, они просто отказываются от, наверное, самого крутого опыта, который можно испытать в жизни, который не так просто получить, будем честны, но когда получишь, тогда поймёшь. Хорошо. Есть ли атомизм... Опять-таки, я не атеист, если что. Ну да, да. И не... Так. Есть ли атомизм в языке? Можно ли назвать базовые примитивы атомами? Я не с вами понимаю вопрос. То есть, есть ли атомизм в языке? Это имеется в виду, можно ли наш язык разложить на базовые частички? Или что, или как? Ну, наверное, можно. Там в языке же есть какие-то базовые элементы наподобие фонемы, да, там, знака и прочего, но я не с вами понимаю вопрос на самом деле. Язык в смысле понятийного аппарата, то есть и то, что стоит за звуками и буквами, можно ли это разделить? Наверное, да. Но это уже философский вопрос. Ну да, это такое. Это уже к аналитической философии, наверное. Это уже, да, к философу языка Жаку Дорида, это вон туда всё. Так, смотрим дальше. Я просто последнее время троллю людей, в общем, мне иногда спрашивают, Андрей, вот ты разбираешься в аналитической философии, посоветуй, что почитать из философии языка? Ну, я говорю о грамматологии Жак Дорида, потому что это философия языка, если что. Вот она, конечно, очень специфическая, может быть, вам не понравится, но вы просто не поняли Дорида, поэтому вам не понравилось. А структуралисты нет? Ну, структуралисты, смотря какие, потому что Дорида точно... Ну, и Капсон, да, ну и Капсон, конечно. Если мы берём там каких-то структуралистов наподобие Фуко, там уже сложно говорить, что он про язык, хотя у него там дискурсивные практики, но у него кроме дискурсивных практик есть ещё и обычные практики. Я не помню, как они там называются, по-моему, дискурсивные... А, и у него есть дискурсивные и недискурсивные практики. Соответственно, вторые — это всё, что угодно, там любые телодвижения и прочее. Поэтому даже Фуко не столько про язык, а вот Дорида... Ну, Дорида прямо говорит, весь мир есть текст, ничего святого. Ну, конкретно вот именно в лингвистике есть такое понятие, как референт, специфический объект действительности за пределами языка, который подразумевается в рамках одного... одной фразы, одного отрезка вот речевого. Как-то у Сосиру, по-моему, было. Ну, это философский вопрос, потому что на самом деле вся философия языка, она пытается ответить на один вопрос, что такое значение. То есть, когда мы используем слова, у них есть... А что ещё? Отначаемое? Ну, скорее, вот к чему референтируют наши слова, куда референт уходит, и разные философы по-разному на это отвечают. Там просто референтом слов могут быть другие слова, или там структуры, или что-то такое. Или референтом слов могут быть, например, реальные вещи. То есть, я говорю слон, я отсылаю к какому-то конкретному слону партикулярному, на который можно пальцем показать. Например, слон Вова, слон Вася, или что-нибудь такое. А кто-нибудь скажет, что слон — это структура языка, которая существует только в языке. То есть, слон отсылает на то, что не является слоном. Слон, не слон, то есть, понятие, оно к понятиям отсылает, а не даёт отсылку на реальные вещи. Это буддийский такой подход. Да, наверное. Я просто не это в буддизме не видел, не разбираюсь в этом. Возможно, возможно. Аделиос чётко определял. Вот, например, он говорит, кружка есть кружка. Вот она там синяя, да, красная, жёлтая, белая — она есть. У нас есть мышление. Я мыслю, что я мыслю кружку. И между ними существует непреодолимое пространство, которое называется социальным... Или как это называется? Ну, в общем говоря, оно лежит в социальном аспекте. То, что нас в детстве научили, что кружка — это кружка. Я не делюзианец, если что. Мне просто любопытно это было. Это как раз вот развитие канцерской вот этой вот версии феномена. Ну, Делёс, наверное, из всех структуралистов, он такой самый антологизированный. То есть, если другие структуралисты и постструктуралисты, они очень осторожны с понятием реальности, и они отделяют вот дискурс и реальность, и некоторые из них считают, что реальности нет, есть только дискурсивная практика, а вот Делёс, он как-то не особо различает. То есть, у него там кружки, деревья, слова, ментальные состояния, они как бы вот всё в такой плоской топике. То есть, он, в принципе, один из антологических философов. У него неплохая антология. Ну, как неплохая? На любителя. Я тоже не особо любитель Делёза, но кому-то нравится вот эта вот логика движущихся, смыкающихся, размыкающихся там машин желания и тел без органов, но такое себе. Так, хорошо. У него же, кстати, было отличное обоснование невозможности искусственного интеллекта в сильной позиции имеется в виду. У Делёза? Искусственного разума. Да, да, да. Вот это я не видел такое. Идеологическая база, так сказать. Суровенькая, суровенькая. Так, сейчас, секунду. Вот, иду дальше по вопросам. Что-то я потерял тут было про хиппи, что-то. Многие хиппи говорили, что им очень нравится диаген. Может быть, они связаны? Я не знал, что хиппи говорили про диагена, но, в принципе, да, они связаны. Мне просто кажется, что хиппи – это кинники, и всё, там разницы особой нету. То есть у них практически все доктрины, все положения, их учения общие. Единственное, что там обоснования нету, но это уже такой вопрос. Отдельный. Насчёт хиппорей. У меня такое ощущение, что этот вопрос уже был когда-то. Возможно, я его забыл. Так, история – это академическая дисциплина? Вопрос. Да, вполне себе. Но если есть академик и есть академия исторических наук, там, российская академия наук с отделением истории, то да, это академическая дисциплина. Вот и всё. Институционально это так. Как могли появиться панки, если кинники не позаботились о сохранности своих детей? А вот взяли и появились. Вот панк – это не совсем кинизм. Панк – это плохая игра на гитаре. Панк – это плохо записанный звук. И самое главное – очень плохо поставленный голос. И вот совокупность этих трёх элементов делает из тебя панк-музыканта. То есть четыре аккорда, не более, иногда три хватит. Шумный барабан, бас-гитара к чёрту, плохая запись, ор в микрофон. Интересные какие-нибудь антисоциальные, такие, знаете, все критически-социальные тексты сделают из вас панка или рэпера. Но это уже такой вопрос отдельный. Ну, в теории, в теории было возможно сделать стимпанк, как когда герой Александрийский придумал паровой двигатель. Но это ладно. Ну, сорвалось. Не повезло. Так, теология – это наука? С моей точки зрения, да. А вот с твоей? Если есть инструмент, то почему нет? Там, в принципе… Я думаю, что в Восточной Европе дискурс не такой, чтобы это была наука. Ну, я, кстати, никогда не понимал, в чём прикол не считать теологию наукой, потому что, я напомню, западные университеты, то есть западная наука как таковая, она изначально имела три факультета магистрских. Это юрист, медик и богослов. То есть это магистрская степень, учёная. И почему мы вот там, не знаю, сколько там это образование уже существует в Европе? С 1200-х годов, может быть, даже раньше появились университеты, и они уже там 8 веков существуют, и мы такие, нет, теология не наука на самом деле. А что, а 8 веков чем занимались? Ну, это раз. Ну, а во-вторых, если вы по структуре посмотрите, как выглядит теология, то это наука просто потому, что там есть методология, обоснования, там есть эмпирические свидетельства в виде там исследования Библии, библеистика. Вот это, в принципе, эмпирическая наука, которая там исследует и библейские факты исторического характера, и библейские тексты. Ну вот, опять же, такими более-менее историческими, археологическими методами. Это, в принципе, наука, почему нет? Библиистика, да, гибраистика, библиистика, это все есть. Ну, первый университет вообще там 1080-х годов, там и там... Ну, даже раньше. Мэтр Абеляр тут же. Да, то есть там огромная традиция. И раньше же, как говорили, философия, анкира, теология. Философия служан к теологии. Я думаю, что это вполне справедливо для тех факультетов. Они на них и сформировались, вот все эти теологии Великий Фома Аквинский, Альберт Великий. По-маковински, кстати, отличный философ. Средневековый Аристотель, как его называют. Так, что тут еще есть? Вопросы от уважаемых зрителей. Панки, это эпикурейцы. Бог умер, кстати. Нет, оба утверждения ложные. Ничего страшного, бывает, люди ошибаются в чате. Так, наши вузы сделали теологию наукой, только глядя на запад. Это карго-культ в чистом виде. А в чем проблема? То есть, если российская политическая система решила сделать образовательную систему, как на Западе, почему бы нам не позаимствовать, собственно, понимание теологии как науки? То есть, в чем беда? Вы, конечно, можете свою науку развивать, но, как мы видим исторически, наука в России, она изначально была завозная, из Запада. То есть, там, первые наши уважаемые ученые, первые наши университеты, они благодаря западным ученым появились, и философам, и другим исследователям. И в этом плане Россия, она, в принципе, следует Западу в очень многих своих институтах, в том числе в образовании. И в этом нет никакой проблемы, наоборот, лучше, чем когда-то. Так, судя по Конституции, Фома — это средневековый продюсер Иванов. Я не уверен, потому что... Потому что почему? Фома, он... У него интересная биография, то есть, это был довольно интеллектуальный человек, человек, который очень хорошо учился в своей вот... Где он там учился? В Ордене, показывал очень невероятные успехи. Да, в принципе, человек, который за короткий промежуток времени, он прожил, по-моему, 54 года, что-то там в районе этого, умер, и он написал очень много текстов. Причем эти тексты, они для католической мысли, для католического богословия и философии, они до сих пор актуальны. То есть, сумма теологии — это просто, ну, магнус опум вообще всей католической мысли. И Фома, Фома хорош, Фома молодец. Без Фомы бы не было бы многого. Теория, естественно, правая. Да, я бы еще назвал. От Фомы идет. В числе прочих, я бы еще назвал бы еще учителя его, Альберта Великого. Да, конечно. И Скотта Регену. Тоже довольно-таки хороший, неплохой. Читать их иногда сложно только, но в принципе... Это особенности языка. Неплохие, Сколи написал. Да, такие, домашние. Без Фомы не было бы Еремы. Да, да, так и было. Истина. Небо длогов, как всегда, правильно говорить. Хорошо. Так, я чат дочитал. Зрители, если что, да задавайте вопросы, и мы будем по чуть-чуть близиться к концу, потому что уже почти три часа сидим. Хорошо. Ну, соответственно, я тогда что-нибудь такое организационное спрошу. Планируется у вас какой-то там или контент, там, не знаю, на канале, в паблике, или что-то вот такое, чем бы вы могли поделиться? Ох, не знаю. Вот думаю, давно написать что-нибудь, писать что-то, или привлечь каких-то людей, которые пишут тексты, знаете, такие рассказы, может быть. Художественные? Я пока не знаю, что с ВК делать. Вроде как ВК есть и есть, а что делать? Просто выкладывать туда стримы не очень хочется. Художественная, отчасти философская. Философская опроса, как у Борхеса или, не знаю, кого-нибудь такого. Калабы. Вот пока на ближайшее время особо таких нет, но у нас на канале появилась рубрика интервью с художниками. Мы берем интервью у интересных разных художников в Инстаграме. Ну, именно что делаю у глазадых художниц, а у настоящих художников. И получается иногда очень хорошо, прям очень. То есть люди за своей философией приходят, со своими обоснованиями, очень цельная такая картина, мир у них. Это именно художники, именно те, кто рисует, и у них есть свои взгляды. Это очень круто, я не смотрел, может что-то посмотрю, потому что я вот в жизни общался с большим количеством художников. Чаще всего получалось, что это женщины. И я вижу, что они обладают хорошим эстетическим вкусом. То есть человек может и подобрать одежду, и сделать хорошую фотографию, и нарисовать красивую картину. То есть вкус развит вообще во всех сферах. И там, знаете, вот человек несколько лет учится дизайну, и потом он дизайнер вообще во всем и сразу. Ну, на таком каком-то среднем уровне. И это первое, что я увидел. То есть прокачанное чувство вкуса, как навык. Ну и, соответственно, навык написания картин тоже высокий. Но когда я прошу их хотя бы что-то из этого теоретически обосновать, ну, например, спрашиваю, а что такое красивое? Вот ни у кого практически не встречалось в моем опыте людей, которые одновременно художники и теоретики, то есть эстеты. Эстеты в смысле философы, которые занимаются эстетикой. И часто вот я замечаю эту проблему, что философы, которые занимаются эстетикой, они никогда в жизни ничего не рисовали, ничего не снимали, ничего не лепили, или вообще не занимались искусством, и пытаются им заниматься на концептуальном уровне, на уровне философии. Это, конечно, круто, но, на мой взгляд, это поле опыта практического, которого у них нету, оно очень сильно бьет по теоретическим обоснованиям также. А у художников, наоборот, они слишком много вкапываются в теорию, что потом не могут никакую практическую, не знаю, концепцию составить. И если есть люди, которые одновременно и теоретики, и практики, как, например, как его там называют, ну, этот квадрат чей? Малевича. Малевич. Хотел сказать Мамлеев такой, блядь, что бы я сказал, если бы сказал Мамлеев. Желтый, желтый квадрат Мамлеева. Мамлеев, вы чёрт. Да, да, там вот это, Шатуны, хорошая картина Мамлеева. Кто смотрел, тот понял. Вот, и в этом плане Малевич, Малевич, вот он и теоретик, и практик, в принципе, интересно. И да, это, я считаю, хороший контент, поэтому, если что, подписывайтесь там на каналы, находите и слушайте лекции. В свою очередь, я у своих зрителей и двух людей тоже прошу подписываться на канал. У Андрея Лимана и Алексея Генгестерна. Да, у Кистрак философии. Потому что контент очень интересный, и всегда что-то есть, о чём можно подумать. Это хорошо. Спасибо. Будем стараться. Вот тут ещё как раз вопрос подоспели. Резюме будет по атомизму? Ну, атомизм — это тупо современный физикализм, да? Атомизм — это Карл Маркс. Шутка. Да, кстати, как бы мы прорезюмировали атомизм? То есть мы поговорили о влиянии, о сути данной школы, как мы можем это всё как-то подытожить? Я бы сказал, что влияние его было чрезмерным, Демокрита. Все, кто не лень, вообще до конца существования античного мира, обсуждали его и говорили, и вспоминали, и так далее. Потому что он вызвал к жизни вот это чувство, вместе с своим учителем Левкипом, чувство противостояния материальному миру, вот этого чувства того, что смерть, она конечна. И, возможно, отчасти были такие философы, как, например, Ницше в своё время в античности, которые бросали вызов. Это, знаете, такие платоны в кубе, которые говорили, нет, ты всё врёшь, никаких атомов нет, душа вечная и всё остальное. Просто это хороший трикстер, в принципе, для философии. Он позволил развиться целому философскому направлению дал к жизни физику, да, привёл к жизни физику, соответственно, со всеми её особенностями и недостатками. И он был базисом, на его критике выросли эпикурейцы, стойки, киньки, ну, киньки в меньшей степени, но всё равно. Дал огромный толчок развитию европейской мысли в XIX веке, позволил создать обоснованные материалистические учения у Маркса и у тех же последователей физикалистов XIX веке, да. То есть это очень поводотворный человек. Даже Пен Роуз, если не ошибаюсь, в своей работе «Квантовое сознание» упоминал Демокрита, чёрт возьми. То есть это интересно. Это не обык-то. Да, то есть греческий атомизм в различных ипостасях оказался влиятельным и интересным, как мы увидели на примере Демокрита, которого мы пытались просто разобрать вплоть до каждого его элемента. Пенали Демокрита в текст и так далее. За каждое слово его заставляли отвечать. Вот тут, кстати, интересный вопрос. Как гость относится к миру идей Платона? Идея движения раньше взаимодействия атомов или всё-таки раньше идея самого атома? Ну, давайте по порядку. Как к миру идей относитесь? Негативно, в принципе. Ну, вообще у меня нет особого такого отношения к Платону, к его потрясающей теории. Просто он факт философской жизни Афин и всё. Да, его вот эта вот идеология, да, его схема мира, она потом привлекла в основу неоплатонического мира, то есть мира Платина и его учеников Ямлиха и так далее. Вот эта картина поинтереснее, потому что единая и пролиферация, прорастание из чувственного мира дальше наверх к Тухену, к единому нашего чувственного космоса, это интересная позиция. То есть это очень похоже на такой способ медитации, как это Марк Аврелия, его же работа называется «Медитация» историческая. Вот в этом смысле рефлексия такая и поднятие на высокий уровень не в плане саморефлексии, прелиминарного суждения. Это очень круто. А в плане вот самого Платона и его единия не очень. Вот на кого он повлиял, это крутые ребята. А второй вопрос был про идеи, да? Там что первично, да, атом или идея атома? У кого? У Демокрита? Ну, наверное, с твоей точки зрения. Ну, тут просто не сказано, у кого. Слушайте, ну это поднимает гораздо более глубокую проблему, проблему сознания. То есть вот зачем человеку нужен такой инструмент, который мы в фолке-языке называем сознание? Да. Видимо, он нужен для того, чтобы эмпирическим путем достигнуть до центра атома, а значит, мысль первичнить атомы. Наверное, так, но если вкратце отвечать. Хорошо. Мне безумно не нравится фолк определения, психологическое определение сознания, но я уж пользуюсь каким есть. Да, психологическое, это, конечно, отдать на откуп феноменологам. Как соотносятся атомы с монадами Лейбница? Ну, во-первых, никак. То есть можно сказать, как они похожи. Ну, наверное, они похожи тем, что монад вроде как бесколечное множество, как и атомов. Но у Лейбница все намного сложнее, потому что монада – это не атом. Монада – она одновременно и духовная, и физическая. Причем монады разные. И монады иерархично, гармонично установлены благодаря самой главной монаде – Богу. То есть Бог, как одна из монады, он другие монады, во-первых, создает, во-вторых, их гармонично упорядочивает, создавая мир. И в этом плане Лейбница – он христианин просто, в отличие от всех атомистов античных, и разница колоссальная. Ну, похоже, наверное, действительно то, что и атомов много, и монад тоже много. Но они скорее соотносятся со сперматическими логосами стойков. То есть из каждой монады отдельно разворачивается или потенциально может прорасти целая маленькая Вселенная, целый маленький космос. А вообще монад – это не Лейбница понятия, это понятие Пифагора. Если про античную монаду говорить, то это скорее похоже на единое, чем на атом. То есть это не то, что может быть… Это то, скорее, что может в себе соединять всё и при этом быть единым, замкнутым, без всяких там изменений и перетрубаций. Абсолютно. Отлично. Ну, я думаю, на этом будем заканчивать. В общем, спасибо, уважаемые зрители, за донаты, кто там сегодня отправлял донаты. Спасибо большое. Спасибо зрителям также за интересные вопросы в чате и за комментарии. Спасибо, конечно же, уважаемому гостю за участие, за интересную беседу, за развертывание философии атомистов, конкретно Демокрита и не только. Очень интересно, очень глубоко, я считаю, мы постарались расправиться с этой темой. Люди, которые хотят заняться философией за 5 минут или за 15 минут, очень сильно разочаруются, потому что я видел эти видеоролики, где досократическая философия раскрывается за 10-15 минут, а мы тут одного Демокрита пинали часа 2. И в этом плане наш стрим немного другой характер носит. Интеллектуальный, образовательный, познавательный и так далее. Поэтому, господа дамы, повышайте уровень дискуссии в Восточной Европе, насыщайтесь знаниями, слушайте стримы, подписывайтесь на каналы гостя, подписывайтесь на канал Extract Philosophy. Вот, если вам понравилось, конечно, приходите в будущем на стримы. У нас есть не только гостевые контент-стримы, но и обычные стримы, где мы тупо чилим, базарим с вами в чатике, смотрим видосики, за которые вы можете отправлять шекели и так далее. То есть такой формат у нас тоже присутствует. Тогда я передам завершительное слово гостю и будем кончать. Да, я очень рад, на самом деле, что в очередной раз у нас получилось сделать коллаб. Вот, Андрею, большое спасибо. Есть очень много вещей, которые трудно познать, если вы не присылку плены какой-то школе. Вы знаете, вот если вы будете чаще смотреть, чаще подписываться на интересные каналы, вроде канала того же Андрея и его коллеги, безусловно, то все мы станем чуть-чуть более интеллектуальными, так или иначе. Могу посоветовать еще в качестве литературы. Это маленький, конечно, такой фрагментик, потому что, по большей части, я думаю, что вы, наверное, после нашей душной лекции не станете ничего читать. Но, тем не менее, первое – это Диоген Лаэрдский, Белой Кай и Гномай, ну, там вот эта книга о знаменитых ученых-философах. Второе – это Cambridge Companion of Early Greek History и Philosophy. Третье – это The Atomist, Le Kipp and Democritus. И четвертое – это Oxford Handbook of Presocratic Philosophy. Четыре замечательные книги, которые вам помогут разобраться в океане непонятного, неведомого языка философии Демокрита и Левкипа. Вот. Всем большое спасибо. Большое спасибо каналу. И до новых встреч. Да. Всем уважаемым зрителям удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok